Мы можем задать вас. Основной критерий 5-10 минут, после можно задать 2-3 вопроса, поэтому думайте над вопросами. Организационный момент. Захотели подписать, попить или что-то сделать еще? Бар и туалет, не перепутайте. Что еще? Вызываю спикеров по очереди, соответственно, подписку в чате. Следующий выступающий будет Воба. Я буду первый. Моя тема называется «Зарожу вас, Ликинг». Суть в чем, есть такая штука «Ликингская тропа». Кто знает про Ликинг свою Тропу? Я хотела! Я не видел, но ладно. Я прошлый сентябрём, случайно так, уехал из России в 20-х числах сентября и поехал в Турцию. В Турции я решил, что пройду не всю, но её часть. Западная часть называется от Верхия до Каши. Это юг Турции, представляете, где Анталия, где вот это южный кабелет. Я решил идти один, потому что это кайфовее, чем идти с человеком, который, скорее всего, будет по-другому с тобой держать ритм. Ну, короче, это другое. Одному было бы кайф, но я встречал много ребят, которые шли группой, если вы кайкуете от кого-то рядом, берите с собой. В чем я словил кайф на этой логике логики? Во-первых, я люблю медитировать, и я шел медитировал всю дорогу, сколько мог. Пока меня встречались люди, я шел, сам разговаривал с собой, кто-то выяснял за свою жизнь, про Путина думал много, встречал китайцев по дороге. Очень веселой ночи, очень шумный год. По дороге вам встречаются местные жители, причем там уровень нашей деревни Великаму Мелисы, где главная дорога, и, в основном, деревни и местные жители, которые за 1000 рублей делают вам сервис как Великами Мелисы. Вот, вам дадут за 1000 рублей ночлег, завтрак включенный, или, если вы из палатки решили, как я, то место под палатку и тоже завтрак. Что можно встретить по дороге? Я пошел как дальше. Вот. Почусь. Можно встретить побережье Средиземного моря. Вы идете не в походе, как в лес, знаете, как в России мы ходим в походе, а идете прямо по берегу моря. Иногда вверх идете, иногда вниз, но у вас четкая картинка, вот это открытое пространство, ладно, здесь вас не удивить открытое пространство, но если бы вы жили в России и вы такие, о, боже мой, это ничего, не Кутский залив. Вот. Идете вдоль побережья встречаете много туристов, которые делятся с вами совсем разным опытом. Там были парни из Москвы, которые бежали от мобилизации, прям бежали-бежали. За 100 тыс купали билеты в День День, и они добежали до Каши. Встречал китайцев, которые просто живут в Турции и поехали в отпуск на Олимпийскую кроку. Встречал, потерял очки. Встречал индонезийку, которая не говорила по-английски и по-русски, и мы здесь снялись целую ночь вот так вот, нет, просто еды снялись. Встречал русскую, которая переехала в Америку, живёт там, занимается недвижимостью, короче, у нас контактились, мы ничего не делали вместе, вот. Но, в чём суть? Суть, что это возможность в уровне, как, альтернативы, давайте скажем, альтернатива Шри-Ланке. Жаркое время — это сезон с мая по ноябрь-сентябрь. Провести время либо одному, либо хайкинге в лайтовом режиме. Лайтовом, потому что это, кстати, самая базовая тропа для начала хайкинга. Хайкинг — это досуг, который вы можете сделать со своими ногами. Ноги, максимум пару вещей, фланга и всё что-нибудь. Гранатой вы найдёте по ходу дела на деревьях. Вот это вообще финик, если вы можете это есть, можете лететь на деревьях. Вот. Поэтому советую посмотреть Юрий Дудя с Кушкиным, смотрю, с чего я начал, да, с чего зародился. Это уже... И, в принципе, определить этому десять дней. Я за десять дней зашёл в западную часть. Это Схепхье. Схепхье до Каша. Это вся дорога вдоль берега, не сильно сложная вверх, не сильно сложная вниз. Это было около восьмидесяти километров. Я зашедевил, два раза ездил на путь. Там ливень был. У вас там не было, понятно? Ливень. Мы потеряли, интересно. Вот ты отель и фотки сделал. А ещё кто вас фоткает? Это я себе ставил камеру и фотки. У меня же блогер. Знаете про мой блог? Мне просто задается впечатление, что мы там походились и уехали с программой, с съёмочной группой. Окей. Я сейчас открываю. Ты что думал, я не готов? Я готов. Ты думаешь, ты первый, кто спрашивает? Надеюсь, идти на что-то. А по середине ничего нет? А там как раз автомобиль. Середине я был занят. Тебя через форту уже изменят. Зря я тебя открыл. Ладно. Тебя перестанет. Причём, в следующем сентябре я планирую заканчивать эту тропу со второй части. И вторую часть, я думаю, пойти не один, а уже с какой-то компанией, которая будет комфортной. Начинаю с Анталии, южнее, это горная местность, проходим через горы. Начинаю там с двух пиков, где снега. Пускайте с моря, где тепло от мяжи. Классный контракт, как в Сочи, если бы это был. Это уже похожая история. Вот. Или дойти до Демре. Демре это тоже местный, это старый город. Вот. Поэтому, если вам это интересно, welcome в мой инстаграм. Смотрите, когда будет анонс этого тура. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Моя цель, чем отличие, все еще горит. В принципе, на этом все. Роман, ой, Воган. А вопросы? А, можно вопросы? Сколько дней? Десять? Я шел десять. Какие были трудности? Трудности были с... Помыться, да. Помыться было... Есть гестхаусы. Я шел так. Один день я шел с малаткой ночевал. Второй день я шел с гестхаус. Ушел, мылся и так далее. Вот. В принципе, на моей части было легко найти. Потому что там очень много деревень. У тебя за тысячу рублей реально можно поменять. Как бы было. Помыть. Или помыть. За тысяча двести помыть. Да, это отдельная плата. Это отдельная плата. А вот во второй части, там больше горные истории. Там меньше остановок. И там, конечно, будет много. А, конечно, у вас есть. Это же один контакт. Это же один контакт. Это же один контакт. Да. В Каше. Да. А, я и букинг использовал. И спрашивал у ребят, там на английском говорят. На всем пути говорят на английском. Ну, на ломаном чуть хуже, чем здесь. Ну, говорю. На сколько в день получился? На километра. Надо было очкать, я не считал. Приглядите сюда там. Пять часов. А, а, часов? С раз с десяти до пяти, когда начинал джин. Ну, получается, нельзя. Ну, там типа с обедом большим на обед я останавливался только в кафешке, там не готовился. С водой. Опять же, здесь зависит от части пути. В моей части было много и магазин, и ручьёв, где можно было спокойно напиться. А во второй части горный, там зависит от сезона, пересыхающий. Но есть... Удел? Нет, кстати, животик, как вы помните, мой животик офисный, он и там был, и здесь, но он навсегда со мной, не ушёл. Впрочее, есть OpenSafe Maps, это карта для путешественников, которая помогает найти ручьи, что такое. Впрочем, если я запросил, спасибо большое. Мы делаем минутный перерыв, не пойду попробую потише сделать у ребят. Ну а готовить, спасибо большое. Есть, я в rode. Клубак, ухлопорожен. Спасибо большое. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Давай дальше. Про экспертизу. В разных ситуациях разные эксперты вызывают разное количество доверия, скажем так. Если тебе такой вот человек говорит, никакой химии в его фруктиках, это одна степень доверия. Кого-то это убедит, что он там, условно, со своего огорода собрал эти фруктики и теперь продает. Давай дальше. Кого-то убедит продавец, который в красивом супермаркете говорит, у меня там есть какие-то сертификатики, что в наших фруктах нет никакой химии. Давай дальше. Кого-то убедит эксперт-химик, врач с лучшей степеней, что вот, я провел исследование и в этих конкретных фруктах нет химии. Все они говорят на разную историю, все они будут по-разному формулировать свое сообщение. Давай дальше. Мы дойдем хотя бы до десяток. Формат сообщения. Давай дальше сразу. Мы хотим, чтобы наши соседи закрывали дверь в наш подъезд. Давай дальше. Мы можем написать объявление. Типа будете сильны, закрывайте с собой дверь. Давай дальше. Можем длинную телегу. Тут туалит Эллинг. Эта дверь всегда мечтала стать дверью лифта. Но давайте мы поможем все-таки почувствовать ее дверью лифта и будем сами закрывать ее. И пассивная агрессия. Закрывайте. Пять в специальных знаках. Давай дальше. Можно оскорблять тех, кто не закрывает. Давай дальше. Самое нормальное. Самое отличное. Мне больше всего нравится. Давай дальше. Вот этот вариант. Текст это не самое эффективное средство для того, чтобы донести имущество. Эмоции хорошо доносят в видео. Музыка, танцы, фотографии, информацию доносят в видео. Не всегда решение вашей задачи это текст. Это самое важное, что я хочу донести имущество. Давай дальше. И только вот на восьмом пункте из десяти мы сели все-таки писать текст. У нас есть какая-то ментальная, не обязательно предыдущая как-то прописывать, отдельно уделять им месяцы на то, чтобы это сформулировать. Но перед тем, как мы сели и написали первое предложение, нужно пройти и подумать обо всем этом. Зачем это вам? Зачем это аудитории? И что вы предлагаете? И в каком виде вы это пытаетесь донести до них? Давай дальше. Писать и редактировать это разная работа. Когда вы пытаетесь сразу экспромтом что-то написать и вам это не нравится, это нормально. В этом и есть задача. Вы сначала выписываете то, что у вас есть в голове, формулируете, пишете. И потом вы это редактируете. Если вы это не делаете, значит вся работа происходит в голове и вы устаете в два раза больше. Я очень тороплюсь, давай. Сначала написали, потом редактируете. Давай дальше. Пишем как пишется. Да, первый черновик. Просто выписывайте все то, что у вас звучит в голове. Если вы знаете тему и хотите, просто напишите все, что вы знаете. Без структуры, без ничего, вот у вас есть в голове, просто выключите на страницу. Потом разберетесь с этим. Давай дальше. Перед тем, как начать писать, я понимаю, непонятно с чего начать. Вот первая фраза всегда вызывает какой-то ступор. Первое. Напишите на этом листе хоть что-нибудь. Я пишу, я пишу прямо в самом начале, ну бля, короче. Идеальная фраза, потому что, во-первых, она снижает павос момента, что вот сейчас я напишу шедевр. Нет, бля, короче, сейчас я объясню, потому что, ну правда, пишите короче. Я просто объясню простенько, спокойненько. Можно с мутюками, можно со всем этим. Если не хотите материться, вы потом это вычистите. Давай дальше. Еще пару штук. Собирайте мысли заранее. Это про ресурсный подход. Не обязательно садиться и писать все за один подход. Мне нравится ситуация, когда мне пришла в голову какая-то мысль. У меня специальный документ в заметках, в сохраненках, в Google Доках. Я эту мысль записал сразу же, чтобы не дунуть ее по кругу, а освобождать место для новых мыслей. Сформулировать главную мысль текста. О чем, в принципе, ваше высказывание, ваше текст. Прямо сейчас главная история. И идите к ней. Все, что вы будете говорить, будет вести к ней. И четвертое. Если сложно писать, составьте планчик и просто заполняйте пункты плана. Давай дальше. Я тут рассказал об этом. Главную мысль. Составляйте план. Понятно? Давай дальше. После того, как вы написали, вы редактируете. Вы возвращаетесь, проверяете логику, чтобы одна мысль выходила из другой мысли, чтобы они чередовались последовательно. Просто перечитайте хотя бы. То, что вы написали, станет понятно, чего не хватает в тексте и что можно убрать. Парочка советов про... А, давай дальше. Да, совет. Очень больно. Давай дальше. Заголовок. У текста должен быть заголовок. У текста должны быть абзации под заголовки, чтобы можно было прочитать. Пойтись под заголовком и уже понять, о чем у вас текст. Тот, кому интересно, останется здесь. Тот, кому не интересно, заинтересуется и провалится в этот текст. Если ему не интересно читать про тему, ему может быть про факты интересно почитать. Он не отвалится вот на этом эпизоде. Он сразу перейдет туда, где ему интересно и все-таки сделает, что вы хотите. Он все-таки выполнит своего действия. Давай дальше. Да, заголовок под заголовки, абзации. Давай дальше. Должны быть. И после того, как вы это сделали, вернитесь и еще раз перечитайте, еще раз допишите, еще раз исправьте все, что вы сделали. То есть это итеративный процесс. Написали, отредактировали, написали, отредактировали. Дальше. И после того, как вы все написали, нужно опубликовать и распространить. Потому что если вы просто опубликуете, этого мало. Нужно донести ваш текст до читателя. То есть отправить ссылочки, опубликовать в каком-то другом месте, попросить кого-то репостнуть. Распространить информацию не менее важно, чем написать ее. Если вас никто не прочитал, то что вы написали, то что не написали, как будто его не было. У меня еще примерно треть презентации, но я тогда в другой раз расскажу. На Ростокс 3.0. Спасибо, Вова. Вопросы? Два вопроса есть. Близкого вопроса. Вове. На ко мне. Вове. 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 Есть, поэтому это неправые опыты. Но мне удобнее на ноутбуке, потому что мне это удобнее. Ты сразу можешь это опубликовать, сразу использовать, там там гораздо удобнее редактировать. Ты не можешьатся потаскать его, из себя, на ноутбуке сайта. Печатать на ноутбуке быстрее. Чисто физически, быстрее. Вове. Ну, и в принципе ... Ну. Это取 Sole�. А правильный ответ, как тебе удобнее, и как ... И зависит от формата твоего сообщения, что ты хочешь добиться на этих предыдущих. Классная преза. Сколько ты делал? Да, сколько времени. Сегодня потратил... Вчера я ничего не смог сделать. Ничего не смог. Я долго ее делал. Короче, пару часов, потому что у меня уже была преза. Андрей, последний вопрос. Как-нибудь сервис. Интересно. А! Давай быстренько. Сейчас. А. Вот. Программный сервис. Проверки. Вот это. Вот это. Вот это. Любой текст, даже с кучей ошибок, с кучей опечаток и свёрстанный через жопу будет прочитан, если ваше сообщение решает задачу. Все читали эти всратые разработчики или ребята, которые увлекаются IT, читали миллион на форуме сообщений, где решается какая-то суперспецифическая задача. И там написано жопы на другом языке и посередине кто-то посрался и вы читаете этот срач вообще не в теме. Спасибо. Другой характер. Я научно статьи писал, там в другом. Или официальные писем других, там с коллегами. Да, абсолютно точно. Спасибо, Вова. А ты выступающих 50 минут. Выступающие, стараемся сокращать ёмко, внедрять свою мысль в 5-10 минут, чтобы мы все успели. Организационный момент в том, что подошли новые ребята. Слева бар, справа туалет. Не перепутайте, слева бар, Руслан сидит. Он иногда стоит, но он есть там. Справа туалет. Да, Люба. Посередине будет перерыв. Я обозначу это на шестом выступающем. Выступающие предлагают стоять вот здесь, потому что здесь световик на втором нам свет. А, подвечать. Да, 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 да. Специально спасибо Лёше за это. И важный маленький момент. Можете чуть-чуть подвинуть здесь, потому что сцена маленькая получается. Не, чуть-чуть подвинуть. Следующий выступающий Рома. Поприветствуем Рому. Презентация будет? О, да, сейчас. Всем привет! Меня зовут Рома. И я танцор. Ура! 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 Я, конечно, в самом деле расскажу небольшую подвесторию. Я в марте... Можно следующий слайд? Небольшая подвестория. Я начал заниматься в марте 2022 года бочатой. И для меня вообще в целом это очень сильно повлияло. Для меня очень сильно мне помогло. И так получилось, что даже в разные моменты моей жизни это очень сильно решило определенные проблемы, которые могли возникнуть теоретически. Вот. Следующий слайд. В общем, танцевать мне очень понравилось, поэтому где-то с апреля уже я ходил на вечеринки. Которые у нас, кстати, тоже здесь невелико в Мирисе проводятся. Впечатления фантастические, все красивые, все улыбаются, все супер круто, все танцуют. И такой прям новичок, но при этом все равно получаешь кучу удовольствия. Вот. Но, так как ты новичок, у тебя в голове обычно идет один и тот же ритм. Вообще танцевальный ритм – это идет мелодия, и ты танцуешь под определенный ритм. 16 квадратных мелодий, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 есть у каждого начинающего танцора. Вот. Но дальше наш мозг раздевается, и я расскажу, как это все влияет на нас дальше. Следующий слайд. Вот. Предыстория о том, как танцы меня спасли. Так получилось, что 24 февраля произошла необычная ситуация, которая вергла в шок в Ненго и так далее. Но начал заниматься танцами в марте, в целом я очень легко это перенес. И то же самое произошло в сентябре, когда 21 сентября я уезжал. 24-25-го я был в Астане. 26-го я был уже на бочатной очеринке. Опять же, художники углядели, все улыбаются, знакомятся. И безумно классная комьюнити, которая очень сильно помогает и заставляется быть легче, счастливее. И очень классный темп для поражения. Дальше. Что ж, давайте перейдем к сути дела. Как же все танцы улучшают наш мозг, и почему... Некоторые говорят, что танцоры очень умные люди. Я соглашусь с этим обречением. Дальше. Во-первых, танцы поднимают нам настроение. И... Ну, если провести такую параллель, я работал долгое время в продажах. И если кто-то из вас работал в продаже, то все знаете, что продавать в хорошем настроении получается намного лучше, чем продавать в плохом настроении. Поэтому, как минимум, если у нас хорошее настроение, это здорово. Это влияет на нас и помогает нам. Больше эндорфинок, мы лучше принимаем решения и так далее. В целом, все получается намного лучше. Дальше. Ну, в целом, музыка положительно влияет на наш организм, я считаю. Сейчас мы используем музыку для того, чтобы медитирует, для того, чтобы расслабиться, отвлечься от чего-то. То есть, музыка — это прекрасный инструмент для того, чтобы использовать его по каким-то назначениям. У каждого оно свое. Вот. Но редко встретишь, чтобы люди не криповали от музыки. Когда вы соединяете музыку с танцами, вы выходите на новый уровень. Потому что вы не просто слушаете, вы чувствуете музыку, вы ее проигрываете. И это дает рождение новых нейронов. Это позволяет нам усложнять свой мозг и, соответственно, танцы, они все-таки... Можно просто танцевать, но когда ты погружаешься в это все, ты становишься более мелодичным. И следующий слайд. И, соответственно, у нас развивается чувство ритма и музыкальности. Что, на самом деле, действительно, ученым доказано, что ритм, музыкальность — это все способствует развитию новых нейронов. Потому что это усложняет. Это... Когда ты делаешь какие-то более сложные, интересные движения, это дает тебе все равно рождение чего-то нового. Плюс... Огромное количество танцев. Огромное количество форматов танцевальных. Поэтому каждый новый танец, каждый новый формат танцев — это что-то новое. Это будет открывать у вас какие-то новые, опять же, нейронные связи. Но развитие мозга напрямую связано с нейронами. Поэтому чем больше, тем лучше. Дальше. Я бы хотел, так как я танцор Бачата, и Бачата — это социальный танец. Танцуется в паре. И поэтому, я думаю, все парни, которые танцуют Бачата, прекрасно понимают слово «ведение». И «ведение» — это действительно пик развития мозга для танцоров, потому что в моменте, когда тебе нужно слышать музыку, танцевать в ритм, слышать акценты, понимать, какая часть трека играет, и при этом ты еще ответственен за то, чтобы твоя партнерша смотрелась красиво в танце, чтобы все за ней наблюдали и чувствовали, какая она красивая и грациозная, твой мозг очень сильно напрягается. Ты чувствуешь ответственность, ты чувствуешь, думаешь, и если новичок, то тебе еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, бесконечно, и ты не знаешь, что делать. Ребята, это правда? Да, да, да. Ну как, прям паритесь, просто так интересно, я ж пусть. По началу очень паришься. Как они будут отношения с тобой? Первые два-три месяца, особенно если ты еще не так часто занимаешься, а если ты еще пропускаешься, то уже начинается сильный ход. Но сам вам целый год? Плюс есть определенная культура танца, и опять же более, ну чем дальше ты танцуешь, чем более опытных танцоров ты встречаешь, тем больше ты понимаешь, что есть культура танца, и что видение, попадание в счет и так далее, это действительно важно. Многие говорят, что база это самое важное, танцевать поздно три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и не задумываться, это то, с чего нужно начинать и то, к чему стремиться. Дальше. Дальше. Танцы это импровизация. Часто мы можем импровизировать, причем если у нас закладывается определенный фундамент, то у нас, мы можем импровизировать уже под разную музыку, начиная танцевать какой-то определенный ритм и определенный танец. Со временем ты начинаешь развиваться, ты начинаешь понимать, что я могу под электро что-нибудь потанцевать, или я могу под какой-то поп-музыку услышать те вот щита, квадраты, которые я потанцовываю, и как бы импровизировать, развиваться. Опять же, развиваем нейрончики, импровизация это круто. Плюс вся бачата в целом, если говорить про направление, в котором я танцую, оно строится на импровизации. То есть каждый раз, когда ты выходишь на танцпол, ну у тебя есть примерный план, опять же, если ты партнер, но есть вступление трека, есть основная часть трека, есть какие-то акценты проигрыша, которые желательно услышать, и это все импровизируется. То есть ты не можешь точно знать, что вот сейчас это будет точно так. Следующий слайд. Ну и общение с единомышленниками и счастливыми людьми. Я считаю, что это круто, ты встречаешь столько счастливых людей на танцполе, и они все приходят отдыхать, они приходят наслаждаться, они танцуют, они красиво одеваются. И это все безумно трудно, это очень крутая культура, которая действительно проникает в тебя и со временем ты начинаешь дышать, двигаться. Это, на мой взгляд, очень классный хобик. Танцы, музыка, это все безумно круто. Следующий слайд. А вон я, в углу. Это Самара. К нам приезжали самые классные преподаватели Москвы, и собралось огромное комьюнити ребят. Если вы заметите, все улыбаются, все счастливые, и все получают большое удовольствие. И следующий слайд. Думаю, кто-то узнает себя на этой фотографии. А это наша комьюнити в звуке Милиссия. То есть все танцуют, все счастливые, все улыбаются. Это безумно классные вечера, которые мы проводили вместе, и это было супер. Следующий слайд. Ну, как я уже говорил, импровизация, опять же, танцы. Начинают танцевать одно танцевальное направление. Вы осваиваете определенный фундамент, который позволяет вам дальнейшим танцевать другие направления, и находить какие-то параллели, схожие орнаменты и так далее. Следующий слайд. Но не говорят, что танцует тот счастливый. Опять же, часто ли вы видели, что на танцполе люди танцевали с грустным лицом? Лично я — нет. Только если иногда с напряженным ребята-новички, которые считают на себя 1,2,3,4, но их легко распознать. Потом они начинают улыбаться, потому что у них лучше и лучше получается. Что вообще такая же история? Берем секси такая же история. А, да. Ты считаешь, то 4 до 100. 4 до 100 закончилось. Все, вот как, да. И со временем счет становится глупо. Дальше и дальше, глупо и лучше. Следующий слайд. Ну и пользуясь случаем, код, QR-код, можете писаться на мой инстаграм, я рассказывал про Бесплэй на прошлой конференции, в целом вещаем в этом рту, а летом я поеду в основном танцевать, поэтому будет много танцевальных видосов из Таттана, и в целом я люблю нетворкинг, я считаю, что это безумно классная вещь, и знакомиться с людьми, находить единомышленников, какие-то позитивные классные контакты. Спасибо за внимание, танцы! Спасибо, Рома! Спасибо, Рома! Спасибо, Рома! Ты готова? Вопросы не будем? Да, есть вопросы, Роме? А танцуй нам! Нет, это что? Он танцует во вторник вечером. Кстати, почему тебя не было? Не издерживая людей! Я прошу прощения. Вчера был Новый год, и я отнесил флангтицами из деревни. Это было местный Новый год. А, еще я должен был подписать, я забыл. В пятницу вечеринка в Зухе, приходите. Вторник не уверен, потому что Рустам уезжает. У Жени, будет вторник? Андрей, слушай, говорите. Вторник в этом вопросе, мне кажется. Вторник в этом вопросе, мне кажется. А если здесь не доберется народ, добываться? Да, замечательно. В пятницу 100% народ соберется, приходится. Организуем хоть мастер-класс небольшой и весело. Помогутся, что люди не работают. В интернете. Идаляй из Инстаграмма. Спасибо, Рома. Спасибо, Рома. Спасибо, Рома. Спасибо, Рома. Спасибо, Рома. Следующий. Следующий. Спасибо. Организуем, через секунду. Спасибо. Я бы заботал. Я бы заботал. Привет! Привет! Тема называется «Руны. Процесс непрерывного совершенства». Сразу вопрос. Кто что знает про руны, слышал, какие у вас ассоциации? Буквально пару слов. Если никто ничего не знает, сразу продолжим. Ну, у нас идут как гадания. Подождаешь, гадаешь, наёшь, стимулы. Да. Объютные игры. Привет! Скандинавия. С насечками на камнях скандинавскими. Хорошо, спасибо. Отлично. Смотрите, о чём было моё выступление? Вообще, в принципе, да. Руны, как часто, обычно воспринимают именно как инструмент оракулы. Ну, то есть тот, кто гадает. Либо тот, кто наёбывает, который пишет вам формулу. Из разряда. Хочешь, не знаю, выйти замуж, много денег, вот тебе формула. Я буду рассказывать не про это. Я буду рассказывать про руны с точки зрения системы. Что такое система? На самом деле, всё, что мы знаем, всё, что мы видим, является системой. А бизнес – это тоже система. Давай следующий слайд. Когда мы говорим о системе, система, в первую очередь, это инструмент. Инструмент для достижения цели. И следствие следующее. Перед нами стоит цель. Будем что-то делаем, цели не достигаем. Это означает следующее. Что система не работает. То есть в ней есть какие-то противоречия. Когда в системе есть противоречия, она фактически не достигает цели, либо достигает её меньше, хуже, дольше. И в своё время, в 80-80-е, был такой дяденький Голдер. Кто-нибудь слышал о нём? Нет. Называется теория ограничений Голдера. Используется в управлении проектами, бизнесами. Вообще, изначально он всю эту теорию делал в ход управления кто из Голдера. Если слышали, что такое ERP-система? Как ERP-система управления производством. По сути, вся его система как раз-таки была основана на теории ограничений. Он подтверждал следующее, что любая система в любой момент времени имеет только одно основное ограничение, которое удерживает систему отрывка вперёд. Эта проводка какого-то? Именно. Всё правильно. Бутылочное горло. И Голдер сказал следующее, что мы можем работать над любыми ограничениями в системе, но если оно не является основным, то мы рывка никогда не сделаем. То есть, если мы хотим быть в принципиально новый уровень, мы должны работать над конкретно этим ограничением основным. Как только мы его сняли, всё, система сделала рывок вперёд. Если коротко, то он всё спрограммировал в пяти шагах. Первое. Соответственно, найти основное ограничение системы. Второе. Решить, как максимально эффективно используются ограничения. Третье. Починить работу всей системы этому решению. Четвёртое. Повысить проход ограничений, ну или условно говоря, снять это ограничение. И пятый пункт. Если четыре минуты выполнены, то перейти к шагу один. Когда Голдер описывал эту систему, эту систему написано на примере. Книга называется «Цель». Цель – о моём дело не в везении. И есть ещё вторая книга «Цель. Процесс непрерывного улучшения». Ну, собственно, я в названии презентации совместиваю процесс непрерывного улучшения. Совершенно. Чтобы вам было понятнее, что вообще вот эта штука означает. Найти основное ограничение системы. Голдер на своём примере, он описывал завод. И они выявляли сначала ограничение системы из разряда станки, которые производят какую-то деталь. И она чаще всего используется, в принципе, без борт. И, соответственно, если этой детали у вас не хватает, значит, весь процесс сборки у вас выходит на моё, просто встаёт. И у вас где-то происходит перепроизводство, где-то недостаток. В итоге вы все заказы потакиваете и отваливаете к ней. То есть здесь первый шаг вообще в принципе определить ограничение системы. То есть какая деталь для вас реально самая главная и какой станок её изготавливает. Второе – решить как максимально эффективно использовать ограничение. У него в примере было следующее, что станки, которые изготавливают самую нужную деталь, теоретически приостанавливаются. На обед, ну ещё на что-то, ещё на что-то. Поэтому второе – это решение сделать так, чтобы, в принципе, этот станок никогда не останавливался. Просто всё время фугачиваются. Третье – починить работу всей системы именно этому решению. То есть вся оставшаяся система у вас должна работать только конкретно на вот эту станку. Это означает, что на самом деле не все станки и не все отделы должны работать сто процентов времени. Они должны работать именно столько, чтобы у вас изготавливалась вот эта деталь и все остальные заказы у вас выполнялись именно с этой деталью. Чтобы у вас не было твери производства. Четвёртое – повысить проход. Ну, соответственно, у вас, допустим, на втором шаге было три станка. Вы хотите увеличить свой доход, то есть увеличить заказ, да, производство заказа. Вам не сто трёх тонков, но шесть. Вы увеличили. Всё, после этого у вас система уже изменилась. И у вас дальше будет следующее слабое вино или бутылочное горлышко в каком-то другом месте. После этого вы сделаете вот этот вот легалитм замок. Следующий слайд. Самое интересное, что когда Голдард это всё отписывает, он это делал по потомописи. Первую книгу он создал для того, чтобы продать, собственно, ERP-системы. Они когда-то на рынке были абсолютно новые. Ими никто не пользовался. Прикол в том, что, по большому счёту, Голдард работает, ну, как бы, каталогическая схема. То есть то, что вы видите, то, что вы знаете, вы это и описываете. Но, это табличка про уровни компетенции. Ну, или, скажем так, про уровни знания. То есть осознанность и компетентность. То есть осознанность можно заменить на фразу «Я знаю», «Компетентность тоже», по слову «Я знаю». Что у нас получается? Осознанная компетентность. Это «Я знаю, что я не знаю». Ну, то есть, буквально говоря, «Я знаю, что существует интернетика», «Я знаю, что существует медицина», например. «Я знаю, что я не знаю». Следующее – осознанная компетентность. «Я знаю, что я знаю». Ну, например. «Я мультфильм, я знаю, как сиквензировать». «Я знаю, как запутать много». «Я знаю то, что я знаю». «Я знаю». «Неосознанная компетентность». «Я не знаю, что я знаю». Ну, например, я когда-то в школу проходила биологию и, пустим, знаю какую-нибудь ажкультуру. Ну, там, химия, да, пустим, не знаю. Но я, как бы, в условном времени не помню. «Я не знаю, что я знаю». И, поскольку, вот с этими двумя вещами можно работать логически. Ну, правильно, кстати, задавать вопросы. «А где там? А что там?» Ну, скажем так, следующий шаг, который описывал в следующей своей книге, он говорил, «Как работать, как вы им вообще, вот это слабое звено?» «Если это, допустим, у вас не производство, а личные люди, да?» «Ну, вы что-то хотите, что это делать?» «А почему они не запутали?» «Нову пробовать, проклад, пробовать, и не почему получать?» «Он говорит, и следующее. Нужно составить список нежелательных предметов». «Вообще всего». «Вот с чего мы связываемся в определенную тему?» «То есть, что такое нежелательные предметы?» «То, с чем я уже столкнулась?» «Ну, кто, я не знаю?» «Не хватает заказчиков». «Не знаю, допустим, курьеры во время чего-то там не выставляют». «То есть, просто при новой дороге». «То есть, составляется список, и они дальше устраивают некую структуру, с которой потом становится более-менее понятно, как они на самом деле между собой друг друга связаны. «И как это все делают?» «То есть дриллдаун, сам вниз, и дальше происходит работа над самым нижним звеном». «Опять же, суть в том, что эта работа...» «То есть, что я могу вычислить логически?» «То, что, в принципе, кому-то как-то известно». «Возникает другой вопрос. Как работать со сферой, которой «не знаю, не знаю». «Я не знаю, что это вообще существует». «То при этом, пол в чем иногда бывает, да, задачу можно решить логически, достаточно просто сеять, хорошо подумать, все обсудить, все нарисовать, все, классно, поехали». «А что, если наша проблема, чье ее решение решит именно в этой истории?» «Как ее вычислить?» «И я буду начинать с самой интересной истории». «Какой мне надо сказать?» «Это...» «Руны». «Руны» — это точно не инструмент для оракова. «Ну, то есть, у них тебя где-то сказали, чьи как». «Ими можно, но, скажем так, есть более точные методики». «Катать на рунах — это примерно, как, я не знаю, забивать в гости кирпичок». «Это можно сделать, и это будет очень интересно». «Ага, отлично». «Лучше сказать, что руны — да, это действительно символы». «Я бы сказала так, что это символы подсознания». «То есть, с помощью этих символов можно работать с собственным подсознанием». «А теперь опять же, увязывая с тем, что я сказала ранее». «Катать на рунах». «Руны» — это чисто воспринимают просто как набор отдельных элементов. «Ну, то есть, вот там есть такая вот руна — умрус, например, руны, соуну и так далее». «Из разряда руны — те, которые хотят навевать». «Хочешь, чтобы они знают удачи — и вот тебе это будет хитрость». «Ну, или руны, соуну — это неважно». «Хочешь, победуя — руны, ты это — еще что-то». «Это некорректно». «Тому что на самом деле все равно являются просто системой, которая работает по принципу, которые я описала выше. «Когда определяется слабое звено, оно расшивается, и после этого трансформируется вся последующая система». «Ну, я опять просто коротко подытожу, потому что все равно, скорее всего, у вас вам кажется, что это гребно». «Немножко соединим немножко с другой системой». «Я думаю, что вы все слышали про Луна». «Супер». «Слышали?» «Супер». «Слышали про архитиклера?» «Отлично». «Слышали про чувака Кэмпл?» «Не слышали». «Отлично». «Короче, чел по имени Кэмпл». «Путь героя». «Путь героя». «Правильно». «Собственно, вот, это классический путь героя». «По сути, руны помогают пройти путь героя». «Путь героя». «Что это такое?» «Это книга». «Да, книга». «Вот, классический сценарий, по которому пишутся книги, фильмы, обязательные, как сказать, ингредиенты для супа под названием «Хороший фильм или хороший книг». «Да, потому что именно так эту идею продают, но тут в чем?» «На самом деле, эту мысль, Кэмпл высказал книгу». «Когда он стал заниматься аппетитами, он стал как раз-таки обращаться в мифологию». «Вообще, в принципе, чтобы изучить юга, нужно очень хорошо знать мифологию, причем разуме». «Он как раз-таки тогда сказал, что вот есть общая калька». «Что это означает?» «Что на самом деле наше сознание развивается по сложному сценарию. «Одиночные походы» — это примерно вот такой же сценарий. «Когда мы сначала удаляемся от мира, проходим испытания, на основе испытаний получаем результат, который информирует сначала наше жизнь, потом жизнь нашего ближайшего сообщества». «Собственно, с помощью рун можно сделать то же самое. Много радости. Вот все». «Спасибо, спасибо, да!» «Три вопроса!» «Три вопроса!» «А как они работают?» «Работают они как-то?» «А, это самое интересное. Это одна из самых простых методиков, по первому взгляду. Потому что, по сути, нужно просто взять на них фону, а дальше ставлюсь результатом». «Это самое простое, кажется». «Да, это самое сложное. понять, как это все увязано. И я понимаю, потому что это рандом. Это не рандом. Это алгоритм. Просто нужно проходить каждую. А не каждая руна что-то там означает? «Можно...» «Как я объяснить?» «Не то чтобы означает. Это не вопрос о значении. Это вопрос о процессе и результате. его состоянии. Честно, мне в добавить не знаю ничего, никакая не понятно». «А это как... Вот есть какое-нибудь сходство с картами Таро, например? Или это вообще из разных плоскостей?» «Довольно много книг написаны по рунам и о том, что они означают. Но... Такая не мало кто говорит, как вообще эти значения цифровые получаются. На самом деле, большая часть значений, которые пишут, они не очень корректны. Вот именно с точки зрения того, что я сейчас рассказала, они немножко некорректны, потому что они берут и очень выдачные все рассказы. «Как простому человеку использовать это ввизу?» «Нет-нет-нет, прям, знаешь, прям инструкцию. Вот я беру, открываю то-то, и мне...» «Не то чтобы открываешь, ты просто берешь и устанавливаешь. Где установки можно...» «Что это установка?» «Это тема, видимо, для следующего...» «Да-да-да-да, это очень... Обозначим. «Как установить...» «Слушай, самый простой способ — это визуализация». «Визуализация?» «Визуализация — текст, установка и...» «Все, а дальше устанавливаешь результат. А... Ну так. Получается следующее, что на самом деле, руны просто создают определенные ситуации в вашей жизни, через которые вы должны пройти. В основе этого, вы, во-первых, самообучаетесь, во-вторых, вы автоматически начинаете находить слабые точки. Причем, это точки, которые вы до этого могли вообще не видеть. Как бы, посмотрите, в чем прикол. Зачастую говорят, ну, как бы, сходить в психолог, и все будет неприятно. Но, ребят, в психолог приходят уже с чем-то. Мы не можем идти к психологу и сказать, «Ну, слушай, я не знаю». «Я 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 не знаю». «Может, сейчас такой запрос. «Можно получить психологу и гниферову». «Ну, гниферову и все. Да». «Ну, так будет». работайте полночь, но он очень умный». «Нет, тут очень много». «Это будет очень много». «Да. «Надо находить же точки». «Надо находить?» «Надо находить точки». «Надо находить точку». «Надо находить точку». «То есть, на самом деле, вся вот эта штука, она, вообще никак не отменяет, мы никаким, мы идем в активе, На самом деле очень сильно усиленно, потому что, условно говоря, все, Катя Руна выявил бы, подставил бы такую ситуацию, что он, блядь, ну, пиздец, ну, пришли к психологу, вот так-то и так, ну, вот так, ого, что ты намекаешь, давай решим. Спасибо, Богдана, давайте поблагодарим Руна. Следующий спикер у нас Александра, Александра идет, бежит, вот. А есть кто-то еще, кто-то не смог вытянуть на голову? Видимо, придется... Александру, поприветствуем Александру, спасибо. Пожалуйста, ребята. Всем добрый вечер, меня зовут Александра, я не отниму много времени. Итак, что ж, сейчас хотелось бы увидеть первый слайд, с которого я начну сегодня. Я в двух словах, меня зовут Александра, я занимаюсь иммиграцией и трудоустройством за границей. Итак, начнем. Три основные страны, которыми мы занимаемся, это Израиль, США, Южная Корея. В принципе, хотела поговорить про иммиграцию, да, с которой, ну, многие из нас сейчас столкнулись. По сути, есть два типа. Первый – это временная, а вторая уже с концами. То есть временный – это вариант, когда мы все думаем, ну, может, будет вторая волна, может, не будет, сейчас все уляжется, я вернусь, а у меня еще квартира, а у меня еще это. Как бы дверь до конца еще не закрыта. И второй вариант – это окончательная, то есть тогда, когда мы уже поняли, что все, я уезжаю и я больше не возвращаюсь в России. Если мы говорим про временный вариант, есть три пути развития. То есть понятно, что никто из нас не может существовать в другой стране без денег, и это логично. Значит, вариант номер один – заниматься тем же, чем мы занимались в России, да, будем говорить в России. Ну, наверное, у себя тут. Вот, соответственно, например, пилили ноготочки в Питере, теперь пилили ноготочки билигами. То есть, как бы, горизонтальная мобильность, ничего нового, просто разница в том, что в Питере вы получали там за это 3000 рублей, здесь вы получаете за это 3000 рублей, образно говоря. Как бы на роте с курицей хватает, на манго хватает, все окей. Следующий вариант – у вас есть удаленная работа. То есть у вас есть, простите, какая-то стабильная работа, которой вы занимались, там, я не знаю, СММ, чем угодно. Тем же самым занимаетесь здесь, получаете деньги. Это окей. Ровно до того момента, пока работодатель не позвонит, как было у нашего друга в Грузии, когда прошли Верхний Ларс, и всю эту историю в сентябре. Когда позвонили другу, он месяц работал на удаленке, сказали, слушай, ну, Володя сказал, что, как бы, закончил сметализацию, возвращайся домой. А он говорит, ну, я не вернусь. Он говорит, ну, ты, как бы, уволен. Вот и все. То есть надо о чем-то думать. И вариант номер три – это поехать и продать свой труд в какую-то страну, ну, к сожалению, не как Шри-Ланка, хоть она замечательная, там, или Индия, или Бали, какие-то страны, более развитые финансовые, где ты можешь продать свой физический труд после того, чтобы больше деньги. Например, Израиль, или Южная Корея, или США, один из самых стран, которыми мы занимаемся, где можно, там, работать, я не знаю, там, уборщиком, или, не знаю, там, чтобы на настройке работать, и зарабатывать, там, крутые шторы. Это, если говорить про временные варианты. То есть то, что мы понимаем, ты можешь, как бы, заехать, уехать, поработать. И второй вариант – это навсегда, ну, это понятно, как бы, что ты уехал, есть несколько вариантов миграции. Ну, первый такой, как бы, это по беженству, но далеко не все страны готовы принять. То есть, например, если заявить на беженство в том же Израиле, и кто-то от гражданства. То есть это очень долгий, очень муторный процесс, и мобилизация не является поводом для беженства почти во всех странах. По международным правилам – это, как считается, гражданская обязанность, то есть ты все равно обязанности жить в своей родине, и это не касается других стран. Это не преследование, не ухода жизни, как бы. То есть это не подходит. Следующий вариант – это жениться на ком-то, или создать совместных детей, да, например, как очень много беременных, там, в Аргентину едут, или, там, кто-то там на сносях уже, там, в Штаты подъезжает по-разному, либо кто-то женится в том же Израиле или в других странах. В общем, я к чему все это? К тому, что всегда есть вариант заехать как турист в страны, развитые, по допустимым нормам. Например, некоторые страны допускают 90 дней туристического нахождения. В это время есть вариант трудоустроиться, срубить бабла и, не нарушая никаких законов, просто уехать в другую страну, продолжать так же Индия, вот как, например, мы это делаем, да, то есть перемещаемся. В общем, все, что нужно, только загранпаспорт и немножко желание, как бы, либо поработать, либо переместиться окончательно. Я к тому, что вы должны немного задуматься, что эта ситуация, она, как бы, кажется временной, но на самом деле, может быть, она и не будет временной. И есть смысл подумать о каких-то других вариантах. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо. Я не смогу идти к Юрусталу. Да, вопросы, поехали, Андрей первый. Да. Что с Шельгеном? С Шельгеном не занимается группой. Вот, 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 как здорово. Будете расширять страны. Что расширять? Будете расширять новые страны. Но это просто те, вот, и это именно страны, в которых мы сами жили, работали, на которых вот до штатов мы прям за ручку до границовой делали. Мы работали, например, в Израиле, мы работали на пластиковом заводе. После этого мы разошлись, Рома ушел на стройку, я работала уборщицей. После этого нам повезло, мы нашли очень хорошую вакансию, мы следили за вилой. У нас было шесть номеров, бассейн, убирали, встречали гостей, общались по-английски, нам кормили, все было хорошо. Как вариант? Я же правильно услышала, было предложение, что вы приезжаете по туристическому бизнесу и работаете нелегально. Да, все верно, но есть, но объясню, работодатель не заинтересован нелегальном работнике, в смысле, чтобы его словили. То есть ставят на такие работы, где вас не слышно и не видно, естественно. То, что все штрафы платят не турист, а тот, кто вас взял. Турист депортируется, а Израиль забирает деньги. То есть как бы не ваши деньги, а клининер и работодатель. Поэтому ставят в такие местечки, где вас не будет. Но мы сами так жили и работали. Да, да. Делаете ли вы туристические визы или только они без внимания? Нет, это тоже туристические визы, но какой, например, Индия, Шри-Ланка, такого плана, такие визы. Со всех, которые в электронном виде открываются. А можно сделать у вас визу в Японии? В Японии? Можно. Но только при личном присутствии в Москве. Да, через Индию. Можно туристическую за месяц, да, пожалуйста. Андрей? Второй загранпаспорт чем поможет? Второй загранпаспорт помогает только по направлению США. Если заезжать как беженец через Мексику, свой настоящий паспорт, ну, настоящий действующий, ты первый сдаешь, в 90 дней его удерживают айс-офицеры. То есть в это время тебе нужно двигаться, брать какие-то кредиты, машины, лучше бы иметь второй. Но второго загранника сейчас не получить, поэтому живем, как живем. У нас тоже нет тратистов. В остальном никак. Андрей, еще давай. А банковские счета сейчас отправят на Европу, где бы у вас еще один из них будет. Все решается в этой жизни. А я думаю, какие есть банки, которые закручивают? В каком смысле? Ну, я, когда они в России. Да. Она говорит, что я сейчас. Где я могу открыть без тратистов? Ну, например, за границей, в СССР, да? За границей что-то? Как они здесь? Европейский банк. Ну. Европейский банк, который сбежит в СССР. Галмании. Нет, я думаю, мы этот вопрос обсудим более лично, потому что я сейчас не садят в Луа. И последний вопрос, Лидия. И тот человек с зеленой рубашкой в конце. Южная Корея, здание корейского, насколько обязательное? Не обязательно абсолютно, но по ходу дела, вот как мы жили, мы выучили где-то 50 слов, которые связаны с нашей работой. Например, в Корее мы собирали морковь, образно говоря. Мы собирали рельс, лоб это называется. В общем, суть в том, мы выучили там пленка, рано, поздно, вперед, назад, там, медленно, там, сегодня, завтра. Слов 20-30 учишь, это несложно. Тебе будет легче. Если знаешь английский, там почти все говорят ангелик. То есть, и плюс с тобой работают все русскоязычные, казаки, русские, я не знаю, там, все-все-все. То есть, это не принципиально. Это работает по специальности. Вот здесь, это другое направление, о котором вы можете поговорить со мной потом лично. То есть, в основном, конечно, если заезжать туристам, то это те работы, которые не хотят пополнять граждане. Ну, то есть, уборки, стройки, вот такие варианты. Если нужно что-то по специальности, это уже лучше Дубай рассматривать, или какие-то другие направления, где выгодно именно приглашение сделать полноценное по специальности. Вот там очень высокие требования. Прямо точно. Спасибо, Александр. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Дамы и господа, у нас 7 минут перерыв на пописать, попить и фотошки. Занимайте свои места, которые вы бесплатно заняли. Мы начинаем буквально через 2 минуты. Кристина, 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 готовится. Кристина, 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 Кристина. Кристина. Кристина, Кристина. Сегодня уже... Погоди, погоди. Уже такая. Выписи. Сейчас погоди. Сейчас насоберётся на руку. Итак, возвращаемся, 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 возвращаемся... Возвращаемся, возвращаемся. Итак, дамы и господа, мальчики и девочки, у нас второй блок выступлений начинает Кристина. Давайте поприветствуем Кристину. Привет, девчата, привет, ребят. Я Кристина. В общем, меня часто спрашивают, дай нам какой-нибудь медицинский и магический лайфхак. И, в общем, я вам подготовила, сегодня как раз несколько. Хочу добавить еще один. В общем, знаете, когда мы болеем, мы едим обычно часок. И никто не любит есть, потому что потом вот этот запах, ты не можешь идти гулять, целоваться и так далее. В общем, простой лайфхак. Вы его нарезаете так, чтобы можно было проглотить. Соответственно, ты его не жуешь, ты его просто проглатываешь. То есть, польза есть, запах намного меньше. Вынимайте. Первая ифота. Что мы делаем обычно, накидайте варианты, что привыкли делать, когда вот ифота. Задерживаем дыхание. Задерживаем дыхание. Пьем воду. Пьем воду. Наклоняемся. Наклоняемся, стоим. Да. Самый простой вариант. Это мы зажимаем нерв. Си-3, си-4, си-5. Нам нужно просто. Си-3, си-4, си-5. Пять. Позвоночник, да? Позвонки. Си-4, си-5. Пальш, палец, палец. Смерт. Все. Ифота проходит. Почему? Ну, потому что ифота, это нервный сигнал от мозга и оправда. Все. Мы зажали, перестала. Не надо наклоняться и так далее. Да. Следующий слайд. Это по поводу, когда берем, даем палец из крови. Что мы делаем? Мы приходим по баранке, она берет палец из крови и она давит. Ну, вообще секрет, давить не нужно. У вас кровь под давлением, она и так будет течь. Ну, то есть, мне иногда кажется, что они неправильно поняли фразу «Медсестра должна помогать людям». Вот она помогает. Вот, и давить вообще не нужно. Значит, когда, если вы берете кровь, кто ежедневный там диабет, если и так далее, очень классно, вы можете брать кровь сбоку, потому что у нас на кончиках пальцев очень много нервных окончаний, один сантиметр, вот на подушечках, здесь нервных окончаний. Это самое такое место, оно жизненно важно, чтобы мы прям все чувствовали. А сбоку здесь нервных окончаний намного меньше, поэтому там не больно. Так же взяли, так же. Еще секрет. А, витамин D. Знаем, нужен, знаем, важен. 15 минут достаточно под солнцем, с оголенной кожей, но есть секретик. Важен угол наклона, ключа. Как понять? Мы смотрим на тень, и тень короче тела. То есть тень от солнца, да, солнце ваше тело, тень короче вашего тела. Именно вот в этой позиции 15 минут. Именно в этой позиции позже воспринят тень, витамин D. Для загара, для цвета. Да, вы загораете с утра, да, вы загораете тень. Но это для цвета. Соответственно, в России, в южных, в России, в северной части, да, нам нужно, чтобы солнце именно стояло высоко. Да? Получается тень короче тела. Дальше. Это моя самая любимая. Мальчики, это для вас. В общем, секрет, почему афроамериканы попа полочкой. Ну, понятное дело, там они едят хлеб, едят картошку, но потому что у них вот этот вот лордоз, он гиперлордоз генетический. То есть у всей этой рации как бы сам по себе весь гиперлордоз, как на этой картинке. Да? У наших девчонок у нас в принципе позвоночник, он как бы прямой. Ну, там, чуть-чуть, да, но как бы прямой. То есть нам ходить вот так вредно. Вот так ходят, когда племенные, то есть когда вываливаются, да. Вообще так ходить, ну, вредно. Получается, у вас вываливается и здесь, и здесь защемляется. То есть мы ходим, мы наоборот, немножко как бы подкручиваем, чтобы хвост смотрел вниз. И один, и второй. Вот. Так что, ребят, прочтите, но это иллюзия, что попа-получка. На самом деле у них лордоз. Вот. Дальше. Ага. Печень. Значит, печень самовосстанавливается из 25%. Это правда так. Вот, можно потерять, да, и за 3 года она самовосстановится. Ну, понятное дело, при хороших условиях. Первое условие это пастинг. Выходной для печени, это когда вы не кушаете, допустим, 16 часов и более. И представим, что вот печень это наша бабушка. Мы приезжаем к ней на лето, а на каждый день бедолажка готовит нам пирожки. Завтра готовит нам грудь сыр, послезавтра отмножку. Так она еще вот печень должна все это помыть, да, все это убрать. А на ночь она должна положить внуков спать, да. Соответственно, выходной для печени, для ЖКТ. Я вижу, что это? Второй этап это чистый бетокс, генеральную уборку. Когда внуки улетали никого, что делает бабушка? Начинает уборку генеральную. Я не знаю, красить забор, сдирать, переклеивать обои, выносить, менять соку и, наконец, выкидывает этот несчастный пакет, пакет они. В общем, генеральную уборку. На втором этапе что у нас происходит? У нас появляется высыпание на лице, да, это нормально, то есть печень чистится, высыпание на лице, может быть хуже, чем обычно пакет. Как делать детокс? Может быть, приходите ко мне на детокс, я делаю это 4 раза в год через инстаграм. Триньки, слайд, следующий этап детокс-техн, начало регенерации. Вот, когда уже ничего не мешает, все почистили, все убрали, дальше начнется регенерация, как раз вот то, что я говорила уже отечею. Старт 50 мая, финиш 30 мая, 4 недели. Все, то есть есть время на себя, наконец-то ничего не меняет, не мешает, бабушка кайфует, начинает жить для себя, начинает принимать твоим хором, да, так же и тело, так же и печень, и органы подключаются, и все, наконец-то мы можем заняться собой. Я вам раздала листики, вспомните сегодня? Да. Сейчас у меня дублируются мемортики, первые я выбираю это местные сладости, новогодние, традиционные. Ты хочешь заслужить? Конечно, заслужить. Хотя бы раз в жизни я хотела дозьбать. Дорогие, ну ты-то... Меня не заинтересована, не все. Я уже закороче, давай. 19. Номер 19! Кто там номер 19? Передавай. Девятничный номер. Давай, в усть, дени. Выбирай, ты. Ты выбрай. А, я тебе не дала номер 26, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, она пробежку делает, да, давай, 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 я за нее возьму, она сказала. Тише, тише, нет такого. Что внутри? Следующий номер. Всем подальше буду. У меня в пакетике 4, 4, 6, 6. 6 победителей. 6 победителей. 6. 16. Получайте наклейку. Наклейка на пасхальное яичко. Я не могла пропустить эту тему. У-у-у-у. Следующий номер. Следующий номер. Роман. Спасибо, ты еще нормально. 24. 24 тоже получает ракет на пасхальное яичко. Так, передайте, передайте. Еще два номера. Два номера. Ульяна. Следующий номер получает наклейку на пасхальное яичко и мою консультацию. 20 минут, которые мы с вами спишемся. Номер 15. 15. 1, 5. Я не увижу ваших анализа, так, если я не спишусь. То есть, она будет такая... Ну, мы подпишем. Истина, Ульяна выиграла. Ульяночка, дай на тебя, посмотрели. Все, хорошо. Напиши мне. И еще одна. Клифинальная гуля. Бери. Все, вот эти два человека получат... Один. Один. Номер один. Первый. Андрей опять победил. Если вы не хотите, можете передать. Я могу так. Так, консультацию. Спасибо. Это Ульяна. И последний слайд. Как говорила Ралина Фаина Раневская. Какой смысл обновлять фасад, если канализация протекает? Спасибо. Какой смысл обновлять фасад? Нет, какой смысл обновлять печи? А я этот путь забыла. А где я? Не печально. Да, в общем, во время, получается, когда ты делаешь чили. Ну, спасибо, да. Да. Я тоже. Какой смысл обновлять печи будут, допустим, высыпания здесь. Молочка, да, стуки, вы, ну, какой. Даже если она уже не покажет, скорее всего, у вас не переносили. Если у вас вообще уюты. Допустим, если у вас, да, здесь, здесь, да? Это другой орган, здесь, другой орган, да, то есть, ну, это все науно. Тут, 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 получается, какой-то орган уже загит, уже устал, да, надо почиститься. Целлюлик, пожалуйста, это воспаление, проход, уходит. Вот эти вот части обычно после печки тяжеловатые уходят, да, на пастинге они уходят хорошо. Вот эти части, когда у нас худеют ноги, худеют лицо, знаете, там, люди, уходят у девчонок. Вот эти части сложно, на пастинге они уходят. Кот тоже, получается, тело пахнет лучше. Что еще? Волосы тоже, ногти. Если у кого-то есть, как это называется, сейчас я думаю, что это называется, насморк. Насморк, да, когда у вас, допустим, по весне, по лету, по цветению чего-то, это все тоже убирается. То есть, вам надо чистить печену четыре раза в год, и у вас, опять забыло, как это не астма, а аллергия. Аллергия, аллергия вашей вот этой вот, астрицы и так далее, они убирают, потому что все. Так, у нас есть. Так, вопрос. Люба? Показания острые, острые заболевания, когда они закончены на стадии острых, ну, всех, острых заболеваний, соответственно, ну, диабетиками, там, чуть-чуть по другому протоколу будет прописан, с, ну, почему я говорю, может, чуть-чуть по другому, соответственно, вот, острые заболевания, можно это все сказать, а так, чистый никому не вредит, потому что у вас все витамины, ну, на чистый вы витамины доберете, вы не избавитесь от таких-то витаминов, и у вас будет эффективность, нет, наоборот, вы отодвиньте все, что мешает телу, да, и доберете витамины. Могу еще пару лайфхаков накидать, если вам понравилось. Давай, есть. Да? Эм, хорошо. Например, вот когда вы хотите, вот вы ничего не кушали, вы хотите кушать сладкое, да, вот, все, ну, там, печенки, кто палец там. Это ко мне. Да, да, да. Но вы понимали, что у вас не было обеда, да, чтобы что-то поесть? Желательно хотя бы вот кусочек огурца съесть, да, или кусочек яблочков, короче, съесть что-то живое, а потом скамячить этот кусок торта, да, тогда у вас скачок инсулина, скачок сак, она не будет такой большой, и, ну, просто не будет такого внезапного удара, ну, опять, печень, почки, да, то есть дать немножко живого, буквально вот два кусочка. Червячка заморить, не говори такое-то, что, я стараюсь не езть. Андрей, Андрей. Ну, чего не ешь, никакого лайфхата забыть. Вопрос Андрея. Как бороться с селены резистуции в организме? Это, наверное, два часа лекция, ну, лучше начнай. Напиши. Я и так специально, я, знаешь, я говорю, я перед зеркалом готовилась, чтобы мне не уходить, потому что, ну, в этой теме очень легко уйти. Личные сообщения. Кому надо ездить? Личная встреча. Личная встреча. Лучше я тебе видео в Ютуб отравлю, когда то же самое. Что еще? Есть специальный вопрос у Юли. А, ну, давай. Вначале я говорила, что это резистуции. Что это было, мне не слышно, что это присутствует. Ну, первый слайд. Чеснок, да. А, первый, первый, без слайда был чеснок, чтобы, когда ты болеешь, тебе нужно съесть или чеснок, или лук, да, почем. А ты запаха не хочешь, ты режешь мелко, так, чтобы проглотить. Да? Да? Получается, ты не живешь, чтобы запаха не было. Сразу глотаешь, у тебя, ну, как он называется, спинт, один закрылся, второй закрылся, все. И он остался живым. То есть у тебя запах не уйдет. На всякий случай, сразу, если мы что-то проглотили. У меня просто сосед, он думал, что он умер, но я была рядом, так что все прошло хорошо. Парел здесь, не надо, не надо. В общем, он что-то проглотил, черканул горло, и он думал, что я умираю, я умираю, я говорю, успокойся. В общем, вот это ощущение в луке не проходит. Я черканул косточкой чем-то ложку масла, любого, два, все, это смажется, и у вас пройдет щек. Просто ты, когда это чувствуешь, у тебя еще и мыши, ты, ну, заснешься, что оно перекрыло. Нет, ты его... Во-первых, когда ты проглотил, ты уже не заснешься, потому что у нас в одну ты глотаешь, когда ты глотаешь, у тебя трубка для дыхания закрывается в клапан. Ты проглотил, ты проглотил, этот клапан открылся, этот закрылся, и дышишь. То есть, когда мы глотаем, у нас этот клапан, как бы сказать, он вот такой. Вот так еда упала, да, то есть, и вот, в отличие. Ну, вашу ложку. Спасибо, Кристина, большое спасибо. Все вопросы в личном сообщении, она есть в чате. Следующая выступающая Гульнара, давайте тоже поприветствуем. Очень интересная тема. Привет всем. Привет. Меня зовут Гульнара. Сегодня я вам расскажу про то, как сделать мультфильм на Шри-Ланде. Скажите, у кого-то была мечта сделать свой мультфильм, переснять свой фильм? Была у кого-то? Написать свою книгу. Конечно. Да? У меня есть своя книга тоже, но я про это сейчас говорить не буду. Я расскажу про мультфильм. Такая история. Но, наверное, когда я начала думать, ребята сказали, надо сказать, потому что на следующий день они хотят сделать премьеру. И я подумала, ну разве цена кому-то будет узнать, как сделать мультфильм? Вот нужно сделать аниматик, нужно сделать там, типа придумать идею, установить там, типа все, взять телефон, все, что снимать. Ну, как бы, кому была цена, тот пришел на мастер-класс, ту анимацию, которую я провожу уже понедельце. Я хотела рассказать вам про то, почему вообще я решила в какой-то момент начать снимать мультфильмы. Почему у меня такая идея пошла в волосы. И вот эта вот прекрасная девушка перед вами, которая может сейчас представляться. Режиссер, продюсер фильмов и сериалов анимационных. Звучит офигенно, мне кажется. Но вот несколько лет назад была другая версия Бульнары. А, вот, да, это я, да, у меня. Всякие дипломы, я провожу обучение, участвую в всяких резиденциях, провожу показы, мастер-классы, собираю народ. Вот, то есть я уже не просто там недавно достала, у меня уже даже какие-то есть награды за это время. Вот, и так, как бы, грамм, мне сейчас 30 лет. Вот, чтобы примерно вы понимали, что, да, вот, я не с нуля это все начала, но в 18-м году, это тоже я, я была старшим стартаргом по маркетингу и коммуникациям в СРМ-агентстве. Вот, тоже круто звучит. И мне это тоже безумно нравилось. Я тогда начала заниматься этим универом, маркетингом и тому подобное. И об анимации вообще не думала никогда. О том, что я похудела друг в фильмы, и что мне это, как бы, ну, что это важно для меня. Вот, просто какой-то момент, можно сказать, следующий слайд. Я делала шикарные брови, я спидать по бровям, я ходила в офис, белые рубашечки, но я чувствовала себя супер несчастной, потому что мне абсолютно не нравилось то, что я делаю. Вот, я успешно была в этой сфере, там, у нас был какой-то конкурс в нашем агентстве, и я получила диплом, и вот я такая выхожу на сцену, и мне такие, вот, держи твой диплом, твоя награда, ты там где-то три месяца въёбывала больше всех, молодец. И я такая, ура! Точнее, нет, я такая, нахуй, мне это надо. Вот, я, короче, поняла, что вообще не хочу этим заниматься. Вот, и это меня поставило в кризисную ситуацию. Можно дальше? Я уехала в Турцию, вот, на три недели, и, вот, видите, мне кажется, до того, как я приехала, уровень моря был пониже, потому что всю неделю первую я тупо ревела, вот, оттого, что я не понимала, как я к этому пришла в своей жизни, потому что я работаю, и, ну, как бы, очень много, но абсолютно, как бы, добиваюсь этих успехов, но мне абсолютно не нравится это. Вот, потому что вроде как всю свою жизнь мне казалось, что я очень осознанно живу и подхожу к своей жизни. Вот, и, в общем, я ревела, ревела, и мне моя подруга говорит, что ты, можно садишься слайд, а почитай книжку вот эту вот, «Тонкое искусство пофигизма», может, тебе поможет она. Вот, и всю вторую неделю я ее читала, вот, и оказалось, что вся истина очень простая. Почему, ну, как вот, то, что мы ее там до этого назвали, да, почему я ревела, это выгорание называется. Я думаю, каждый из вас сталкивается с этим, вот, когда вам уже абсолютно ничего не хочется, вы просто опускаете руки, и вы, как бы, ну, в состоянии, что, блин, ну, на хрена, да, там. Вот. Проблема в том, что в любой вашей деятельности, в какой бы вы не занимались, вот, о чем вы выгораете, то, что делайте то, что вам не нравится. В любой вашей деятельности вы будете встречаться с вещами, которые вам не нравятся. То есть вам это по-любому придется делать, вот. В этой книжке это называется «Разгревать говно», да, или «Убирать говно», насколько я помню. И что, блин, с такими вот термиями, ну, даже, там, более простой пример, да, там, когда нам, например, просто говорят, блин, вот, ну, убери говно, ты такой, типа, «Я не буду это делать», да. А когда тебе говорят, вот, твой ребенок, тебе нужно, там, поменять памперсы, да, там, еще что-то, там, с тем же самым, то же самое, вот. Ну, ты такой, типа, да, конечно, я это сделаю, как бы, потому что это мой ребенок, вот. Ну, как бы, смысл в том, что в любой вашей деятельности вы вам все равно придется это делать, вам придется убирать говно. Но когда эта деятельность та, которая вам нравится, и та, от которой вы кайфуете, вам будет это делать приятно. Вы будете это делать, и вы не будете от этого выгорать, вот. И вот, читая эту книжку, всю вторую неделю, я подумала, все просто, истинно проста. Мне нужно просто найти ту деятельность, в которой мне захочется разгребать все говно. Дальше. И я пошла учиться. Вот, я поняла, что мне хочется заниматься обучением, то есть, это мое первое образование – это политический менеджмент и пиар, международные отношения, очень актуальная профессия на данный момент. Вот, я абсолютно не умела рисовать, я не занималась этим каждый день, у меня не было творческого образования, не ходила в художку. Вот, я пошла учиться на инвестратор. Вот, да, деньги, я, слава богу, хорошо зарабатывала на тот момент. Вот, и просто такая, 250 тестов, давайте, я готова, вот, чтобы меня обучили новой профессии. Вот, я научилась рисовать, сделала свою книгу, участвовала в нескольких выставках, потом такая, окей, это прикольно, я теперь хочу делать новую книгу. Вот, и мне просто, почему? Вот, мне надо просто пишу. Потому что я смотрю мультики, и я от них кайфую. Вот, мне они нравятся, я подумала, почему мне не сделать то же самое с другими людьми или другими людьми. Вот, я пошла еще учиться дальше, и что еще было дальше, я не помню. Какой же в следующий слайд? Я, оказалось, начала. В общем-то тоже, да, ну там, я не буду вам рассказывать, там, про свой опыт, про спулю, там, ну, я показывала вам до этого, потому что у меня есть такие дипломы. Вот, и на самом деле, я приехала сюда точно так же, как в Турцию. Потому что в какой-то момент я ощутила сильное эмоциональное выгорание, но оно было не связано с профессией, оно было связано с моими личными какими-то штуками. Вот, и мне было очень плохо. Можно дальше. Вот моя вот такая фотография. Даже здесь, на Шри-Ланхе, я была полтора месяца практически, и просто постоянно, ну, часто ревела. Тогда я ревела всего неделя, здесь мне понадобилось полтора месяца. Вот, и здесь это слезы одиночества. Мне было очень плохо от того, что я была одна и не чувствовала себя какой-то принятой, что ли, или что мне, люди меня любят, и что я, меня принимают такой, какая я есть. Вот, и что я там не кайфую от общения, от того, кто меня окружает. В общем, в этот момент ко мне приезжала моя подруга из Хикадувы. Вот, мы с ней привели два офигенные дня, и она уехала, и я поняла, блин, мне так грустно от того, что она уехала, потому что это был как глоток свежего воздуха. Ну, мне очень нравится глигама, поэтому я лежу. Вот, но мне было очень тяжело от этого, и что потом произошло, я съездила на Липасыну. Отсылочка к предыдущему Ростоксу. Вот, и на Липасыне я поняла одну важную вещь. Хватит страдать, Гульнара, хватит заниматься херней. Ты что делаешь-то, сидишь в офигенном месте, на острове, Персобой океан, все классно, куча людей, куча чатов, а ты просто страдаешь опять из-за какой-то херни. Вот, тебе одиноко. Найти себе людей, которые тебе нравятся. Вот, что надо для этого сделать? Анимационный показ. Вот, и я просто организовала показ, на него пришло куча народа с тобой. Я был. О, вот. Я организовала показ. Я после этого подогонила с кучей классных людей. И ко мне подошло много людей, которые сказали, блин, Гульнар, спасибо тебе, это было так круто. Ты меня зарядила. Я узнала, что это творческое. Это мероприятие было нужно здесь. Не хватало, тоже так же, как глоток свежего воздуха оказалось. И я такая, офигеть, что я делала все это время, там, за Випассану. Я могла это организовывать 10 раз. Я могла бы всех этих классных людей найти до этого. Вот. И когда я организовывала показ, мне пришла идея, что, ну, мне нравится делать мультфильмы. Может быть, кому-то тоже нравится. Ну, или кто-то не знает, как это прикольно и интересно делать, что это достаточно просто. Дайте-ка я предложу всем поучаствовать в лаборатории творческой, вот, где мы сделаем мультфильм. Но еще, конечно, я хотела найти друзей, вот, которые вы со мной общались, и которым было бы интересно, и которые вы говорили, вау, мультфильмы, мы так любим это. Вот. И я такая, классно, сделаю просто такую лабораторию, но, конечно, мне еще хотелось сделать мультфильм. Я не люблю делать что-то, наверное, люблю, но это тяжело. Все-таки сделать мультфильм, это очень много времени, очень много усилий, очень сложно. А когда ты просто приглашаешь людей, и ты им сфотопроводишь, и говоришь, это будет в фильме. Тебе приходится делать фильм, как бы, и люди приходят и начинают с тобой участвовать. Вот. И что произошло потом? У меня появились друзья. Это фотка своего днерождения, правда, всего два человека. Да, два человека, которые ходят на анимационные выступления, но не важно. Вот. Мой день рождения прошло уже не так давно, и я реально почувствовала себя, во-первых, частью большой тусовки, вот, которая здесь в деньгами, да, происходит. А во-вторых, что у меня есть какая-то своя компания, что мне классно, круто, я делаю то, что мне нравится, с теми людьми, которые мне нравятся. Я получаю огромное удовольствие от общения, вот, и мне хорошо душевно, и круто, что мы делаем вместе какое-то классное дело. Да, всего два слайда осталось. В общем, да, это такая я, которая такая, блин, надо сделать показ. Ну, я это еще, я приехала в Белеганск, чтобы вы понимали, первую же неделю договорилась с кафешкой, чтобы делать показ. Это было в начале февраля. Я такая, блин, надо сделать показ, черт, короче, я ничего не смогу, кому это будет интересно, никто не придет, вот. А сейчас я такая, делаю мероприятия, делаю показ, делаю воркшопы, делаю арт-фестиваль, следующий слайд, приходите. Вот, дальше. Короче, идея, моя главная. Можно следующий слайд? А вот. Как сделать мультфильм на шеланг? Во-первых, надо поверить в себя и в свою идею. Надо окружить себя правильными людьми. И продолжать верить в себя, и идти вперед. Да? Слышали такую мысль? А можно еще дальше? Надо найти дело, ради которого вы будете разгребать говно. Вот, это очень важно для меня. Потому что я анимацию безумно люблю, и дальше вот мы делаем мультфильм, да? И, ну, мне, мне напряжено, если честно, бывает. Во-первых, я, ну, как бы, мне неудобно организовать показ, с людьми, но, как бы, это все напрячься, с кем-то поговорить. Ну, вот, я все написала, и получилось. Я такая, блин, это было сложно, я это смогла преодолеть, как бы, разгребла. Сейчас мы делаем, я просто такая сижу, господи, как много мне сцен присылают, мне нужно все это отсмотреть, поставить монтаж. Кто занимался монтажем, знает, какое-то прекрасное дело, очень интересное, абсолютно. Вот, программки вылетают постоянно, все, короче, там сохраняется. И, ну, ты думаешь, ну, вот почему я без того, чтобы идти на океан, плавать, все, короче, вот сейчас вот этим занимаюсь. Ну, это же кайф. Ну, я же делаю анимацию, я делаю анимацию, мультфильм вместе с классными ребятами, вот, и классная идея. В общем, можно следующий слайд. Я не шутила так, успевали, что в следующую субботу у нас будет показ нашего фильма про Шри-Ланку. Вот, вечером, днем я хочу привести пару мастер-классов еще, каких-нибудь, пока, ну, у меня есть идея по коллажу, вот, и еще, как бы, ну, фильм, который мы сделали, там, ну, анимация на трех минут, например, я делаю еще где-то полтора часа авторскую анимацию, пока так было в прошлый раз. Вот, и еще будет творческий слог, обмен вещей, там, выносите краски, бумагу, в общем, карандаши, все, что вам не нужно, и все, что вы хотите взять, в общем, будет такая пространство, где вы сможете взять. Тоже, такая, подумала, хочу, чтобы было творческое пространство, творческое мероприятие в Великаме, и сделаю это просто на весь день. Вот, в субботу, в следующую, скорее всего, посижу, вот, так как мне полюбилось это место. И премьера, сейчас мы вам покажем тизер, вот, у нас будет еще неделю, чтобы было доделать. Подожди, прежде чем, прежде чем, прежде чем, начать показывать. Да, да, да. Здесь очень много людей, кто участвует в этом фильме. Давайте мы сначала их поприветствуем, авторов этого фильма. Я, давайте. Вова, давай, Рома, Люба, Кристина, Рустан, Кто там еще, Света, Андрей, и дети. Света уже сдала. Вот, видите? Да. Света, она просто не стала. Вот. Половина тусовки, короче, публика. Давайте, посмотрим. Что мы делаем? Музыка еще не та. Продолжение следует... 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 Но, на мой взгляд, я выбираю локацию, езжу на посылке, на такси, на автобусе, никого не травмирую и выполняю свои задачи. Если ехать далеко, например, в Эрлу, а такой бюджетный, оптимальный вариант, можно сплачивать такси, грузиться, приехать, изучать, как перемещаться. Но есть профессиональный, более качественный отдых, а это туристические поездки, там уже все организовано, и, безусловно, самовыступок. Вот. Ну и, что я посетил? Я в новогодние праздники, все, работать не надо, я на этой камере работаю. И я поехал сначала с ребятами на такси на Эллы, посмотрели этот мост, потом на малый парк штык мы не поднимались. Мы сели на поезд и поехали в сторону Пикадама. Он медный, красивый, через джунгли, там большие такие панорамные окна. А у меня еще горло доболело, я попробовал местный ром, хотя так не пью, но ради только местной пиццы. Так же, получается, поднялись на Пикадама, очень красивое место, новописное. Потом поехали в Ханзе, посмотрели исторический комплекс, потеряли своего друга Андрюха и с Пикадама забрели на местный танц. Пока искали его, танцевали в масках, как кулакупок. Интересно, но не по теме, не было времени изучать. Также там есть балканическая гора в Дамбуле. И в этой горе есть большие такие пещеры, где лежат там женщины, мужчины буддистские. А я предполагаю, что это, может быть, предыдущие цари или какая-то символическая образность богов. Но это интересно очень. Очень много красивых обезьян, вот тебя окружают. Это обезьянник храм, я на тебя окружаю. И дальше, конечным итогом, мы посетили древний дворец короля. Это Сидерея, которая большая гора. И на ней руины Шри-Ланка. Очень красиво, когда его поднимаетесь, видишь большую территорию, где их прибегаешь. И там остатки строений. Ну, стоит съездить. Стоит съездить. Вот несколько фотографий, у меня есть больше, если нужно, покажу. Это не рассказывал. Здесь неподалеку есть галер. Там есть, оказывается, музей. Он рассказывает историю Шри-Ланки. Есть несколько атрибутов. Кто-либо там играл в игры раньше Стронкова. Там пушки, замки. Вот это интересно. Вот такая Сидерея. Там внизу подножие такие лапы. И по сравнению с большим пиком Адама, он просто поднимает за 15 минут и уже там все жарится на солнце. Вот. Это вид сверху. Фактически, вот они руины. Большой бассейн. И, я думаю, наполняет грузовой водой, потому что вода вверх подоконил физику. Ну, всего не передается. Картинка. Это как раз пещеры Дамбуле. Как видно, различные трески, надписи, статуи. Я плохо погружен в индийскую культуру, поэтому я не могу объяснить этого более качественно. Только порт Гале. Есть толсооружие. Здесь не приключено гулять. Вот. Вот с той стороны там есть парк. Платный. Там очень много детей гуляют, школьников. Прикладная стена. Фактически порт. Реально проспекционное сооружение. Оно в периоды... менялся период уже владения. И последние немцы его переоборудовали там. Вот. Один же такой момент, который не запомнился. Там пушки стояли. Они какие-то радиодействия ограничены. И потом, когда их заменили на современную, на турель. Одна там турель могла покрываться. И там стоят большие такие круги. Механизм. Они позволяли перемещать парк. Ну. Что еще? Это... По преданию, тот, кто владеет реликвией священной с дубом Будды, является королем. Мне как-то говорит Андрюха, а почему ты не можешь быть королем? Я говорю, а давайте я свой дуб, а там тоже буду. Ну, в общем, очень красивый храм внутри. Можно их стоит посмотреть. Там танцуют сразу. Вот это вот первое начало. Девятиярочный мост был, в котором построен без металлических изделий, без гвоздей. Потому что американская армия в этот момент вооружала свои вражеские силы и не давала местному населению билеты. Мы очень далеко. На автобусе можно доехать как раз в сторону... Оттуда получается. В сторону Матеры. Поехать до Матеры и перейти до Дома. Через час-двадцать-другой сам. Красивый маяк. Очень красивые пальмы. Это самая южная точка Шелланга. Самая южная точка Шелланга. Она отличается от нашего. Пальмы какие-то красивее там почему-то. Больше ничего нет. Но маяк, можешь залить? Если найдешь смотрителя, то можно. А, налей? Ты говоришь, что всегда. Блин, а вы не... Скоряемся. Скоряемся, да. Блин. Ладно, все. Дальше. У меня семь пунктов. Это второе. Ладно, дальше, дальше. Ну, это... Контакты те, кто может туристические туры. Я просто не знал, что Маши это организовывает. Ну, те, кто серфит, знают, что велигамы сюда приезжают. Те, кто измерится здесь... Те, кто измерится здесь, у вас здесь есть серфы, но... Они опасные. Здесь очень много людей бьют. Хотя... Ну, что... Я люблю петь, и в целом понял, что здесь очень это развивается. Новый талант всех музыкантов приезжает. Самый популярный открытый микрофон. Потому что это здорово. Вот этот праздник, праздник души. И... Ну, есть также платный концерт. И вчера мы видели на ТП-пересе, там дискотеку устраивали. Очень было красиво и весело. В общем, по понедельникам. Каждый понедельник, начиная с 7 часов, приходит главный вечероланкинский музыкант. Хороший парень. И любой желающий может прогреть по песней гитаре. Приходите. Хэнд Тайм Хостел. Велигами. Также этот парень организовывается по вторникам. Я точно не знаю. Я просто туда не ходил. Не совпадает у меня по графику. То же самое. Там другой коллектив. Но приезжают прям очень талантливые исполнители. Ну и самое главное что-то. Бачата. Бачата нас объединяет. Это классное препровождение. Она развивает мозг, как сказал Рома. Занятия у нас, к сожалению, сейчас прекратили. Но есть в студии. В общем, какое какое предложение. Если кто хочет заниматься два часа, можно столборироваться и продолжать заниматься здесь велигами. Ну, к сожалению, с двуматунскими танцорами я мало знаком. Они не очень любят танцевать. Я ещё как начинаю. Ну, Барзука. Это по пятницам мы не железно продолжим проводить. Это с 20-30. Пока так. И до того. А по вторникам, если, вот ребят, там есть группа. Ломбард нас связала. Просто нам там специально напоминает. Во-первых, функция напоминания в день вечеринки и понимание, кто придёт. То есть, если мы будем набирать там от пяти пары в день, в авторник, то мы можем открыть второй день. Ну, так интересно, ведь это разнообразует наши выборы. Ну, про снёрки, посмотреть китов. Я как-то очень холодно к этому отношусь. И фортуна, нужно фактора, чтобы сошлись. То было, знает. Ну, я, к сожалению, пока только пару черепах поплавал. Но я уже купил маску, коробку, и буду это развивать. Какие здесь я места увидел. Здесь в Мерисе есть парочка. В Паукенус есть здесь. Ну, это, в общем, такие три места, куда можно поплавать черепахами. Вот. Со многими ребятами я познакомился с Анатолом Хэггера. Вообще, первое было сообщество, куда я вписался. Его проводят в Морте. У вас в Мерисе в субботу, и в воскресенье у нас в Верегане. Он ещё в четверг проводил. Он его закрыл вчера. И по вторникам... Так. Он сейчас продолжает. Антимафия продолжает. Тот, кто любит играть в мафию, антимафию. Такие вот официальные, игренные, подполные психологии. Бесплатная встреча во вторник. В Верегане. Чилл Бэй. Чилл Бэй. Семь часов по вторникам. В общем, я скинул к вам презентацию. Есть ссылочки, я постарался изложить. По информационному разберите. Спасибо. 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 Люба. Поприветствуем Любу. Люба. Поприветствуем Люба. Поприветствуем Люба. Мы любим. Поприветствуем Любу. Я восходила на Казбек, это из самых известных городов. Десять дней отхожу в походы и отлично готовлю вилочки. Давай следующий. Мне сегодня хочется немножечко по верхам пройтись по темам и поделиться какими-то полезными историями в каждой сфере всего, что нужно. Имеет смысл обратить внимание, когда ты собираешь что-то в походы. Давай переходим дальше. Начнем с одежды. Соответственно, когда я собираюсь в поход, я всегда ориентируюсь на том, что мы берем в себя комплект одежды исходя из двух слоев. Возможно, от вас это известная история. Что у нас следующее? Первое, это база. То есть назначение слоба – слоя, чтобы отводить влагу. И желательно, чтобы у вас это была синтетика. Причем, если вы идете в поход в высокогорье, желательно, чтобы синтетика была с длинным рукавом и длинные штаны. Не короткий футбол, не хлопчатобумажные футболки, не короткие шорты. Связано это с чем? Я часто наблюдаю, что ходят в коробковых футболках. Когда человек идет, он потеет, хлопок отлично впитывает влагу и очень плохо ее отдает. Соответственно, если вы остановились отдохнуть на привал, вы мокрый, вы замерзли, потом может заболеть. Следующим словом у нас идет утепляющий слой. То есть у меня всегда с собой в рюкзаке на все эти случаи не стоит. Опять же, мы обращаем внимание, что это синтетика хлопок. В принципе, я не рекомендую брать в походы хлопковые толстопки, оставляем дома. Они очень тяжелые, опять же, ты потеешь, мокнешь. И важная еще вещь, что для второго слоя желательно, чтобы была всегда сметная. Потому что у вас с помощью сметки добавляется способность терморегуляции. То есть у вас больше шагов для маневра, что вы можете снять там. Пойти только в майке в первом слое, пойти либо в афлиске просто ее растянуть, если ветрено. И сюда же утепляющий слой я вынесла отдельно в пуховку. То есть пуховка не подходит под верхний защитный слой. Она добавляется в холодную погоду. Мы ее берем с собой всегда на всякий случай. Потому что в случае какого-то ЧП вам нужно, чтобы у вас была возможность согреть человека. Плюс, если ты попал в холодную ночевку, то тоже тепло на пуховках. Мы обращаем внимание, что у нас всегда должен быть татюшок. То есть если походники, альфемисты, они говорят, что у хоха без капюшонной, это да и не на это же. Не речь в холодной реальности. А, и второй слой, сейчас еще второй слой, он тоже продолжает оставить вклады. То есть когда хорошая синтетическая одежда будет соответственно в макеле, если у вас есть укропка, то это все моментально укропка. В принципе, все моментально передается на нее, и вы остаетесь сухими. Это вот действительно работа. И последний слой у нас внешний, защитный. Идеально это просто тонкое. Даже если у вас нет депутата, то можно просто не дышишь, но плотный ветро и влагозащитную ткань. У этого ветка внешнего слоя в идеале не должно быть утеплительное. Опять же, есть то история, что если что, у вас есть с собой укропки, то есть у вас отработка. То есть дело четыре слоя, что всегда может утеплиться, всегда может быть по чуть-чуть при необходимости раздеться. Если будет тёплая, одеть в сон. То есть либо ты не идешь, паришься, либо ты ее снял, ты укроп. И когда, соответственно, одеваешься, главное идти, и очень важно, ну, главное, наверное, показатель основной, что ты, когда идешь под нагрузкой активностью, ты не долбил, мне надо потеть. То есть если тебе становится жарко, ты потеешь, это значит, что ты неправильно одет, тебе нужно что-то снять. Вот, я смотрела, что многие начальнички начинают ходить, особенно если это после коголя идет, то ребята, как правило, они одеваются, им кажется, что им будет холодно, и ты потом идешь, и весь мокрый, и все, ты больше раздеться не можешь. Соответственно, когда столкнули, вы можете накинуть ветровочку, прошли 15 минут, делается всегда остановка, все разделись, и дальше уже идем как комфортно. Следующий. Это мой перечень тех, ну, вот таких белочей, которые я с собой всегда беру, это очень важно. Здесь шерстяные носочки и флисовая шапочка. У меня несколько спальников дома, в каждом из них, на всякий случай, всегда лежит пара, чтобы я их не купила, для дополнительной теплоизоляции ночью. Потому что ночью в барах, соответственно, можно узнать, у вас будет там на 5-10 градусов различаться с тем, что у вас было там. Вот, соответственно, ноги и голова – это главные участки этих блоков. Вот. Потом беруши. Беруши, соответственно, шубно бывает. Учитывая, что он в палатах тоже, чтобы он изоляция не такой. Беруши всегда помогают заснуть волосы. Дождик. И бафи, он защищает. Лично я его использую для защиты от ветра, потому что у меня больное горло. И, соответственно, я обычно всегда ношу, чтобы если как раз таки одета в первый слой, и бафи защищает меня от ветра горла. Очень много секциональных вещей. Давай дальше. Обуви. Обуви. Показывай, где мои все обуви, как тут ходил. Обращать внимание стоит на глубокий протектор, чтобы можно было хорошее сцепление с поверхностью. Желательно водонепроницаемое. И очень желательно отцепление. Высокий закрытый горелостой. Это у меня пришло опытным путем. Сейчас я в горы практически никогда не пошла в кроссовку. Потому что один раз споткнуться, ты получишь вероятнее 90% штрафу. И это сворачивается по ходу для всех. И превращается уже в спасательную гипотацию. Следующий. Из экипировки. Важно всегда в собой иметь то и чего ты будешь кушать. И чем ты будешь кушать. Здесь, из пожеланий, наверное, штурм. Обычно это легкое. Чаще всего алюминий, если у вас понадобится необходимость, не закрывать еду. Двойное дно. Это, наоборот, печь, которая помогает тебе сохранить тепло, чтобы пища была горячей. Но при этом, если у вас двойное дно, никогда не ставьте на горелку. Конту не имеет. Вы, как сказать, посуду разбивать не имеете. Как раз так, из-за того, что вы будете готовы на изоляцию. Огниво. Гораздо лучше спичек и зажигалку, потому что огниво у вас не отсыреет, из-за чего для необходимости не получится. Ну, как горелка, газ, электрозащитный экран. Это все для того, чтобы это пройдет. Палатка. Палатку, ну, моя личная рекомендация, что если, соответственно, мы, в принципе, выбираем, какая есть у друга, если у вас нет собственной, если вы занимаетесь о собственной, то эта палатка подсвольная. Как раз таки за счет того, что у них больше запаса точность, у вас появляется возможность точно так же в лагере регулировать, если очень жарко, вы можете просто даже не взять с собой этот тент, либо не накрывать, и вам будет хорошо обрабатывать. Собирать палатку с хорошей рентиляцией, наличием кармашки, раскидывать мелочи для организации пространства. Спальники. Спальники. Очень много у нас на рынке покупают. Обычный спальник нет теплого воротника. Теплый воротник – это тоже очень важная вещь, особенно если вы ходите не в летние походы, тогда это больше 20 градусов температура, а вот уже начинается высокогорье, то есть ты гнём идёшь 15-16, ночью у тебя температура опускается до пяти, до нуля, и минусовая пошла. Потому что воротник – это тупик. Соответственно, этот воротник затягивается, и вы не теряете температуру. То есть это прям, я не знаю, наверное, плюс 5 градусов комфорта точно. Вот. Что ещё без таких ГВ вкладыш? Тоже. У меня есть синтетический спальник – это большой спор. Сама синтетика – она холодная. Соответственно, когда ты собираешься спать в спальнике, у тебя очень много вначале энергии отдаётся на то, чтобы твоё тело нагрело вот эту вот вот синтетику вокруг тебя. И ты, человек может даже, ну, в принципе, какое-то время, и ты начинаешь терзать. ГВ-шный вкладыш – обычная плоскинка. В данном случае ГВ-шка – это хорошо. Вот. Но он как раз это ещё добавляет гораздо теплее. То есть у тебя нет вот этой истории соприказновения с голубой воротник. Тёплый воротник из лайфхапов, ну, моих, например, да, у летнего спальника нет тёплого воротника. Я беру просто за воротник. Перед тем, как ложиться спать, у меня в качестве тёплого воротника я использую воротник. Свой вокал завернул – всё, это уже точно так же, да. Тёплое, спальнике нет тёплого. Коврик. Коврик, если знаете, есть самодадувалька. Есть вот обычный нашим туристическим стандартам толстый. И есть и соды. Такая они, как коробка для яиц. Вот, да. То получается, что соды – это лучший вариант. Не боишься, что это самодадувалька. Она продукт, её проткнёт. Вот, я беру и вот. Дальше. А, это просто красиво. Как бруса. Красиво раздеться в брусе. Дальше. Ну, в качестве еды – субриматы, кто-то знает. То есть максимально, чтобы… Я не люблю таскать. Тяжёлое. Соответственно, мы берём сушку из фруктов. Оттешённое мясо. Отлично, легко готовится. С фруктом замачивается. Очень вкусно. Вот. Супокрукты. И консервы мягкой упаковки. В России есть отличная марка. На мой дом. Она фальтинфицированная. Вы экономите очень много веса. И очень вкусная. Это самый лучший тушняк, который я еду. Вот. Дальше. Всё. Главное – брать хорошую компанию. Как раз так, если у вас компания и есть друзей, вот эти вот крестики – это то, в принципе, чего у меня до лета не было. То есть я… общаковое оборудование, как правило, ты поперируешься с кем-то идёшь. Всегда у кого-то есть палатка, горелка и всё с калиманом. Ну, так. Ну, конец. Почти конец. Вот. В принципе, когда ты собираешь рюкзак в поход, особенно если это многодневный, количество еды без рюкзака зависит от основной набора вещей. И плюс у вас добавляется еда. Больше – меньше. Может от 10 до 20 килограмм. Вот. И есть, короче, байка с кем-то и походников. Что, в принципе, если взять с собой поход, ну, потому что девочки работают в красные трусы, то всё же, наверное, можно с собой не брать. Идёте сами. Это сексизм. Ну, да. Лёва, ты в этом снегу там шла? А это в подканале? Ну, в смысле, вообще. Да, это в подканале. Там и летом. Вопросы. Лёша первый. Два вопроса. Первый. Куда планируешь следующие походы, когда? Второй. И второй вопрос. А как понять вообще, на берегу понять, с кем стоит идти, как найти, собственно говоря, инструктора и так далее? Как понять, что вот с этим чуваком я пойду в горы, а вот с этими ребятами не стоит? Про дальнейший поход не знаю пока. На Шри-Ланке я не брала с собой снаряду. Мне кажется, я читала здесь информацию, короче, жарко и некомфортно. Вот. Если я вернусь в Россию в лето, мне по-любому нужно идти в горы для подтверждения своего разряда. Потому что на прошлый год я не вернусь. И, соответственно, куда-нибудь перегонти из свой район. А второе, как понять на берегу. Ну... С кем идти? Да. У нас, именно перед в альпинизмом, перед относительно большими, серьезными, там, на регусах, когда мы шли на категорику, во-первых, ты уже берешь как-то из знакомых, плюс мы делали выходы, то есть мы делали ПВДшку на выходные дни, как раз так и сходить по своему. Вот. А в альпинизме не всегда... То есть, когда ты учишься именно на альпинизм, там, когда ты приезжаешь на сборы, если у вас не свой альп-клуб готовый, то ты приехал, тебя сразу распределили по отделениям, и он, в какой-то степени, учит взаимодействие в команде, чтобы как раз что-то... Цель, там, зайти на маршрут, да, это общее дело отделения. Я по-другому тогда спрошу, как ты, ну, ты такая, я хочу в горы, как ты, собственно говоря, пришла к каким-то ребятам, с которыми ты теперь ходишь в горы? Я начинала первый поход, типа, коммерции, коммерческий ПВДшку мы строили. Вот. Потом у нас было сообщество в городе Ростове-на-Дону, Ростов-экспир. Такой форум. Наверное, он уже отжил свою, давно не заходил, но мы как раз там собирались люди просто на форуме, потому что, в основном, ходишь в ПВД. Что такое ПВД? Поход в 1-1. А, все это. То есть собирается, кто что хочет, это самостоятельный, самоорганизованный поход, то есть там, в основном, вся стыдность, куда навички прям не приходят. Люди знают, что делать, у них у каждого автономная палатка и французская раскладка. Французская раскладка – это когда каждый берет на себя, ну, типа, и что-то погиб. И сам себя обеспечивает. Вот. И с ребятами мы с горновышкой общались, мы выехали в Грузию, куда Уля. Вот. И как-то поезжали на обратном пути, мы на Хазбека и решили, что нам надо. Красивая гора, давайте сходим. У нас был друг, он занимал, на тот момент он закрывал 3-й разряд еще. И нам казалось, что это, ну что, вообще, 3-й разряд пальпинизма, это круто. Вот. И как-то собрались. Но он был на высотке, по-моему, в Индии ходил. Соответственно, мы смысл организовались и вот в дело мы пришли. А уже после восхождения на Хазбек мы спустились и решились с подругой, что надо как-то по-серьезному уйти в систему правильную. Пальпу. 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 Вот об этом я повторялась. А потом мне сказали, что надо было ваше делать. Для снятием все, и это в принципе есть лайфаки, и по поводу того как одеваться я использую не только за походы, даже в машине необык стыдер, а именно с кондером. Со мной в рюкзаке в машине всегда носки шерстнят, потому что, блин, даже летом у тебя все равно зарезают ноги. Ты надел носки, тебе хорошо. А спальник, ну, ошибка, это вот у многих людей ошибка, что ты начинаешь на себя надевать. Когда ты надеваешь на себя, у тебя спальник работает за счет того, что у спальника есть воздух, и есть воздушная прослойка между тобой и спальником, и она как бы нагревается. Когда ты добавляешь одежду, то есть у тебя не убираешь этот прослой. Соответственно, имеет смысл, например, я могу, ну, когда у меня там спальник подходящий, я могу взять и засунуть пуповку, то есть я внутри спальника ее расправляю, и я их упрываю, я ее на себя не надеваю. Вот тут у меня внешне тело нет. А плюс самое нормальное, засыпать я могу вот так, то есть положим в подмышки. Подмышки тоже самая теплая часть нашего тела. Можно еще сказать, вот в этой ситуации, ну, допустим, у меня нет мешка и нет там, Кристины сейчас скажут. Нет, допустим, мешка, ты уже в такой ситуации, да, то есть я нет вас пуп, ты уже там все надел. Спасла меня однажды эта горячая бутылка с водой на костре, вот она мне помогла заснуть, тебя заснула и спальник, она меня согрела, хотя я уже все перепробовала, уже утро, и, короче, мне уже плохо было, и вот. И второе, да, если кто-то есть, то можно как будто залезть и вместе в большой спальник, это можно очень впустить тоже. Мне потом ребята так и сказали, утром, а что-то там не знаю. Кстати, есть такая история, что на спасение, там даже не про какие-то, там, смыслные шутки, что человеку разбиваются, залезают в спальник, если речь идет об обморожении, что, ну, быстрее всего, тебя согреет другой человеческой этикой. Ну, как я говорила, то есть воротник, то есть, когда ты замеркнулся, шапка, ты ничего не херяешь, тепло, и воротник, то есть, чтобы у тебя именно в воздух, в воздух, в воздух, в воздухе спальника, чтобы он оставался в спальнике, ну, свежий язык. Здесь был вопрос. Я могу еще добавить, что можно еще, вот помогает ноги спальника запихнуть в рюкзак еще одной оболочками, мне тоже может помочь. Ну, и ложиться посередине между кем-то и кем-то, чтобы тебя не помочь. Может, я вообще не, да. Ложиться посередине. Бутылка, да, кстати, очень клево, даже небольшая бутылка реально попадает. А, у тебя, например, три человека, у тебя палатка, когда пять человек, значит, надо двух человек, да? Да, ну, вам вы ее втроем дольше будете нагревать, но очень маленькая была дольше. Здесь был вопрос, да. Если нету снега, то где вы воду берете? На неделю скажу. Все берут воду, снега. Если нет, нет. О, не в снегах. А мы не в снегах, потому что обычно те машины, которые я купила, есть родниковая вода, горная вода. То есть, с собой не таскаешь, она всегда будет. Ну, ты с собой, короче, тут зависит от питьевого режима, в принципе, короче, лаква, это я так, прям, вот по верхамочке прожила, пытаясь сложиться, с ним не будет. Короче, воду ты с собой берешь, я, например, беру, у меня полтора, потому что, я пью много воды, я ношу хорошо, поэтому мне не тяжело дознать, для роста полтора килограмма воды. Вот, кто-то берет 0,5 килограмма, у кого-то просто стекандаются, если ты на маршруте, у тебя ты видишь много радио, ребята могут, в принципе, даже не набирать, идешь, просто с пушкой взял, ну, как бы, почти всегда... Обычно маршрут строится так, чтобы у тебя стоянка была с водой. Ну, единственное, тут с водой рекомендация, чтобы покупать, запасаться какими-то металлитами, типа магницин, есть еще вот таким, я не помню точно название, соли, потому что горная вода, так же, как лед, она не содержится лиц, в ответственно, говорят, когда топиться нельзя, ну, соли, ну, конечно, заберись, но их тоже, наверное, на вас грамоте. Так, дополнительный вопрос. Да, 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 про первый слой синтетики НЧП, обычно синтетика, это наоборот, способ спотеть. А? Обычно синтетика, это способ спотеть. Не, вообще, я не знаю, я хоть, нормальная синтетика, я не могу сказать, что у меня недорогая, я отоваривалась в декотлонах на распродаже. Типа, отводит влагу от декотажа. Короче, вот это, как здесь изображено, я не знаю, плотный декотаж, он, с нюансами, я в основном, если летом, стараюсь следить на легкой. Легкая синтетика, хорошая, там по составу, смотреть, по более сверху, или они, она отводит. То есть, это синтетика, которая именно легкая, она в любом случае будет лучше, чем плотная. Плот, он, я не знаю, у меня были такие прыжки, я ходила в ногти, я не знаю, я хочу на ребят, которые смотрят, я не знаю, когда они ходят, это реально холодно, если просто остановиться, на ветру, и залежать, залежать. потому что ты сейчас потише, носки становится продувается. Последний вопрос, какого Андрея было? Спасибо, Люба, спасибо большое. Дамы и господа, перед тем, как мы начнем фильм, у нас будет финальный, финальный, финальный выступающий, Андрей, который долго сомневался, выходи к нам. Андрей, между прочим, победитель мафии, победюн, победюн, победюн. Сегодня, да? Да, сегодня снимаю. Я не успел приготовить презентацию, поэтому буду использовать свои старые наработки, но вы их не видели, поэтому проказы. Сегодня я вам расскажу то, о чем вы не знали, но постоянно хотели узнать, чем же юдзо отличается от гейш. Еще раз. Чем юдзо отличается от гейш. Давайте начнем с главного, кто такие гейш, у кого есть предположения. Прости, тут как. Нет, ты что. Вот. Жрица любви. Нет. Я сейчас все расскажу. Молодец, Таш. Начнем с главного, что первые знания о гейшах появились в нас в полете, а юдзо – в пятую. То есть сначала японцы собрали лепокоть, а только потом лепокоть. Здесь будут кадры об аниме, потому что мне понравилось что-то самому снимать. В общем, зачем с юдзо? Это проститутка. Гейша – не проститутка. Это база. Я потом еще расскажу, как их легко обозначить друг от друга. В двенадцатом веке собирали, значит, женщин, которые продавались неправильному технику. И забрали специально созданные кварталы, этакие красные фонари, только по-японски. В связи с тем, что японцы жуткие мошенцы, они ограждали квартал рвом, чтобы жизнь и любви ни в коем случае не убежали. И продолжали использовать все свои навыки для выполнения, скажем так, самого приятного женского долга. В то время как гейш набирали с пяти-шести лет и у них была стражайшая иерархия, которую беспалятно рассказывали в ее шанголке. Дело в том, что, чтобы стать гейшей, тебе с самого детства необходимо было не только знать и помнить много всего, но и специально носить таби, которые уменьшают твой опыт, потому что с твоей японским мерой красоты чем меньше нога испортня у девушки, чем больше она привлекает на себя. Здесь кадры из какого-то шутка, не помню, в любом случае гюдзе набирали прямо с улицы, то есть это могла быть либо залетная процедура с другого города, либо при душе порт, либо просто очень плохо ведущийся человек с непонятной ответственностью, он сразу был отправлен в красный фонарик. Гейшином набирали годами, то есть специально из балок японцев выбирают самых-самых. Обучали искусству, обучали танцам, обучали умение вести диалог, обучали языкам, чтобы все было хорошо. И единственный вопрос, который, возможно, вас мучает, почему так вышло, что гейша на скультуре отображается как простудка, а как простудка по-японски мы не знаем. Дело в том, что американцы тупые, и когда они посетили Японию, их повели накрыться женщинами. Ну а в связи с тем, что любители гугеров очень слабо на это название, подогрелось так, что гейша это простудка и все. Хотя это форма неверно. И сейчас я вам здесь еще нет этого слайда. Быстро я вам расскажу, как мне в том случае кнутри пункта. Не пеешь сзади их бантик, потому что их никто не раздевает, им нужна помощь для того, чтобы обоясаться. В то время, как уйдется, банк будет спереди, ну, чтобы было проще работать. Ах, красиво. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Спасибо. Получается, что эскорт это гейша. Да, другая, да. А, подожди, еще. Просто. Так просто. А, гейша, кто мог вообще, в принципе, воспользоваться абсолютно? То есть, это зависело только от твоих денег? Там, христианин, солдат, купол-американец, листов у тебя были гейские. Сколько стоит? Для меня. Для тебя? Ну, не знаю, тысячи первых. Нет, на самом деле, цены ранжировались от того, насколько знает человек, насколько он хорош с собой, насколько, там, не знаю, объективного много. Тут еще, тут уже ролик дошел до той части, что юзи с обижали просто в ужасных условиях, специально были сделаны бомбки, ну, типа, квартиры штуки, только раз в два меньше, чтобы они не тратили время на выдачу и прием новых клиентов и постоянно был пристремленный процесс. В общем, все, что касается прав, и прав женщин, в Японии это прям лучше крюнова. Это мой канал, можете подписаться, если его нет, главное купите мерч, я на него живу. Подожди, я правильно понял, что вообще разницы-то большой нету, просто одни типа подорог? Нет, разница, ничего себе нету, конечно, и нет. Дело в том, что... Здесь набирали в жены, нет? Нет, ничего нет. Смотри, очень сильно захотелось, ты мог подойти сводить в проституцию и выкупить ее. Ну, как вот в фильме, как же, Жюль и Роберт. Красотка. Красотка, да, да. То есть, технически, тут тоже, обратно, рассказано, ты мог подойти и выкупить, но, там, одна из миллионов историй. То есть, это можно было сделать, но не тот, кто и сделал. Гейши не выкупали. Ну, лично я не знаю таких случаев, может, они были, но они рекоментированы. А типа, ни хотели, не могли? Да нет, просто, собирал рис, там, не знаю, 10 копу, 10 килограммов подал Сёгуну и такой, блин, а что мне делать-то? Пойду-ка я подвлекаюсь. Выходим в гейши, она что-то там на моделин у тебя поет, копу сочиняет такая классная. И это все духовно пищет, нежели воск. То есть, считав нормальным, если у тебя там есть одна гейша и одна из них и ты годами ходишь просто в игру, вот я душу и пепси. То есть, ни чей, ни чей, и как бы, механизм вырезал. То есть, гейши это про высокое духовное что-то? Как раз юдзи. То есть, юдзи можно было бы гейши не покупали, потому что это супер-мегаэлитная профессия, кто обладает только из топ-найджер гастрома, решит поменять гастронскую жизнь на приготовление пирожных кабель. На самом деле, никто. И вопрос, кто бы калзутоку, потому что деньги у них были за счет клиентуры и в таком объеме, что какой-то христианин точно не мог бы приставать. Я, видимо, смотрела какой-то фильм. А, ну, фильм фильм их или западный? Погадать, что еще? И мне показалось, что ее как раз как бы выкупили. Если фильм их, то можно парить. Если фильм западный, то... А. Юдзи это диновольная история или как бы поймали тех... Смотри, можно было записаться Юдзи, можно было, если девочка не прикрылена к сочнеру, и где-то шалила на улицу. И убрали вот как раз портал, который был показыван с вами, с маленькими тимфоновками и уже доставляли работать в процент. Но такого, что просто обшел человек в обучении не документирован, но мне кажется, это был 12 век. Камон, по-любому. Спасибо, Андрей. Как у меня используется информация? О, полкарик. Бабанчик было важно. Это значит, мы делаем 5 минут перерыв, чтобы мы заключили фильм. Туалет справа, бар слева, все еще работает. Обняться с устамом. Да, кто уходит, обнимается с устамом. Остается... Оставайтесь, занимайтесь путники. 5 минут, начинаем фильм. Не бойся.